всех приветствую мои родные любимые сердце моего дорогие христолюбчики братцы и сестры у христи и все люди на земле всех приветствую всем желаю всякого блага во все сферы вашей жизни чтоб все у вас было складненько и чудненько почитаем сегодня с вами комментарии на канале христолюб проповеди или голоса вопиющего в пустыне спасибо вам спасибо я в этот раз на канале вы заметили на проповеди стал отвечать на все комментарии я пока на других так не делаю на этом решил попробовать там что-то писать на проповеди как ты живой более общение получается в комментариях вот всем кто благодарит всем тоже спасибо от меня сердечко я тут себе влепил и тут не себе ешь уж такой так оля галя аллочка кролику маской жизнь one love go vegan спасибо за ролик во истину я пишу one love одна любовь бог один любовь одна для всего его творения все эти какие-то бредни что я люблю я так люблю людей да и убиваю без защитных животных это вообще смешно просто даже об этом вообще говорить о какой-то там любви ирина лунева пишет джокер гениальный фильм не для слабых умов ну я не знаю я не смотрел я сказал в ролике может быть посмотрю но мне кажется просто там всякие бойни какие-нибудь что-то там они с бейсбольными битами или небось друг другу мозги вышибают я такие фильмы не очень понятно что в них может быть какой-то смысл и святому все с чистым все чисто да как говорится но тоже смотреть как там будут мозги друг другу вышибать я не знаю ярослав пишет спасибо теперь я по 2 подвязался и в этом ну я пишу красавчик уважаю ну вот простая мысль сильный не тот кто пожирает слова а тот кто становится на его защиту это надо всегда понимать какая сила если ты берешь просто силы и лишаешь жизни или свободы любое существо неважно человек там или животное это развесила это слабаки и трусы я таким мужикам и женщинам сразу прям пишу а вот кто сильных тем более кто не просто в сторонке стоит то что вы знаете всегда как я против патриотизма но при этом и никогда не проповедовал сторонке стоит ты защищаешь ты не убиваешь не лишаешь жизни врага но ты пытаешься всячески защитить жертву или себя ты можешь не давать себе так скажем в жертву сразу да как делал иисус он тоже и уклонялся и уходил и убегал вот так что ты тоже можешь это делать когда придет сейчас там уже другой вопрос там можно и и нужно даже и смириться ярослав пишет благодарю за поддержку спасибо да на здоровье что поддержка поддержка хорошо конечно да мне самому она нужна вы знаете лучшая поддержка это из фундамент истины вот а истина в любви я уже во много раз говорил еще расскажу не то мой будешь помирать да я буду помирать зачем я буду убивать господь сказал кто возлюбит эту жизнь в теле смертном тот погубит и я рад чего буду убивать другое живое существо рад какой-то бренной жизни что да я с радостью туда пойду чем не это вот я вот из людей слушаю игру них вот эти три сущности истины стороны есть любовь свободы бессмертия они просто не живут в них они их не исповедуют не живут вот трясутся за эту жизненку как будто она вечная да если ты веришь в бога в иисуса христа в любовь в рай чё что тогда трясешься то как этот осиновый лист по мне так эти люди вообще не верующие него что ну смысле верят а что то там свою голову в какие-то фантазии в своей голове до что он где он даже верует в то что он верует он только фантазирует об этом не что он не верно что кто как веру так и живет валера пишет иисус христос когда учил людей действительно не использовал никакие авторитеты это кролику вам написали в библии а я христа люблю говорю вам а учил их как власть имеющие теперь все сходится и бычей авторитет действительно может быть выше его евреи не смышленные решили в сердцах своих что он еретика гордец распяли а он оказался богом как бы нам теперь здесь и сейчас не распять сердцах наших то что открывает бог иисус христос нам на этом чудном сайте валерий спасибо сколько раз меня обвиняют в этом всем гордыне там прелести ну вы знаете ну валера взрослый мужчина уже можно сказать престарелый да вот и делать не в том что мне этим панигирики там от кого-то мне же нужны лукавые листила и слова да я проповедую стена я знаю что это инструменты делает людей свободными счастливыми что то что я проповедую если человек будет это исполнять так как я сам от исполния это не только сделать его счастливым это может весь мир сделать свечем потому что ты смотришь на любовь что ты хочешь сделать чтобы тебя окружала в вечности и кто тебя окружал в вечности и чтобы ты был достоин того окружения, которое ты хочешь, чтобы было в вечности. Ты же не хочешь, чтобы все были ягненками, а ты волчарый последний, попавший в этот загон овец. Ты сам должен быть, прежде всего, достойным небесного царства. Ты его должен вокруг себя уже здесь, на этой грешной земле, созидать. Не важно, что оно невозможно здесь поглотить эту землю. Не важно. Даже когда Иисус Христос придет во второй раз, будет опять тысячелетнее царство, и, как мы видим, опять все равно огонь с небес спадет, и все это пожрет, потому что бесполезно. Будут просто этапы разделения. Но не нарушая свободу человека, и без этих этапов невозможно привести человека. Кто-то, конечно, раньше одумывается, ну, кому-то нужны разные этапы, разные внешние, так скажем, ситуации жизни. И вот мы все, Бог нас в такие ситуации ставит, чтобы у нас мозги на место встали. Но у кого встанут раньше, тот будет счастливее. И ты будешь в том мире, который ты здесь созидаешь, потому что ты здесь уже его построил. Это и есть те небесные сокровища, которые ждут тебя на небесах. Ты реально не убиваешь. Ты реально не причиняешь зла. Ты попадешь туда, где никто никого не убивает и не причиняет зла. Ты будешь в том уровне, и вокруг тебя будут те люди, которые вот этого хотят. И они уже здесь так жили. Они не верили в сказки, что это все за них сделает Иисус. Они здесь смог грешить. Рассчитывают, что там Бог просто поменяет какую-то природу их. Им не надо будет избирать между добром и злом. Бог просто все их не зло назовет добром, и там они смогут это делать. Ничего за это не получают. Как они это будут делать? Потому что там опять будут такие же, им придется у кого-то это все урывать. Потому что они кайфуют своим чревом только за счет чьих-то слез и страданий. Они кайфуют своими глазами, ходя там в цирке, во все эти зоопарки, только за счет чьих-то слез и страданий. Как вы там будете? Бог как вам это даст? Вы же кайфуете от того, что страдает живая, свободная душа. Как вы этого не поймете? Вам Бог и каких искусственных сделать, вы удовольствие не будете получать. Вам именно нужны слезы, удовольствие и страдания живой души. Вы от этого кайфуете. Нормальному человеку, который только что отнял жизнь у любого существа, вряд ли ему этот кусок в горло полезет. У нормального человека. У больного полезет. Больного я имею в виду на голову. У нормального уже нет. У просветленного человека, я говорю, он сам подохнет, он никогда в жизни этого делать не будет. Тем более, у него есть три фундамента, один из которых это бессмертие. И он знает, что он здесь сдает экзамены, вот и все. Господь говорил, если что смертоносное выпьет, не повредит христианину, ученику Христову. А мы не можем, Господи, от убийств отказаться ради, ради собственного, кстати, здоровья и души и тела. Мы вообще, у нас крыша настолько съехала у человечества, что мы просто вообще обезумели. Нам говоришь, правду, истину, добро несешь. Ну, как и с Иисусом. А они готовы правильно, Валера, сказать, распять его. Кто заметил, кто за мной в социальных сетях следит. Я сейчас стал все-таки много стараться отвечать этим людям, которые противятся истине, любви. И вы знаете, они кроме как просто опереться на извращенное описание, на слова извращенного описания, они больше ни на что не могут. Когда им задаешь прямой вопрос, для тебя лишение жизни, живого существа, это убийство, он молчит. Он начинает изворачиваться, скидывает тебе любые ссылки. Я говорю, ответь мне, пожалуйста, на этот вопрос, и все. Для тебя лично, неважно, что написано, хорошо, ты оправдываешь это. Ты мне просто ответь прямо на вопрос. Для тебя лично, лишение жизни, свободы, причинение страданию, живому существу, любому на этой планете, для тебя это нормально, ничего ответить не могут. Начинает как змей на сковородке кружиться. Никак ответить. Там приводят тебе Моисея Иисуса, которого всего нам извратили в Писании, который барашка потрошил, рыбу потрошил. Да что за бред? Ничего не... Лично он понимает, что если он ответит, тем более переписки публичные, под какие-нибудь я там комментарии открыл везде. Ну, они везде были, кроме контакта, я просто забыл, что они мне закрыты, и недавно их только открыл. Я публично хочу... Я... Почему я публично общаюсь? Мне нечего стыдиться. Мне ни одного своего комментария, ни одного своего слова. Нечего стыдиться. Я несу людям свет. Что несете вы? Когда вы меня хулить, обзываете, да, наезжаете... Причем, когда я говорю, что вы бесноваты, это не потому, что я вас обзываю. Первый человек убийца, и убийца, это бес. Вы его дети. Это не обзывание. Это не дурак. Причем дурак, когда ты еще ими не являешься. Вы убийцы. Это не обзывание. Это констатация факта. Ну, вот так вот, да. А Иисус правильным говорил. Он говорит, за какое из добрых дел, он говорит, хотите побить меня с камнями. Они придумали ей, они придумали истинное поклонение Бога, придумали. И обвинили Иисуса в богохульстве. То есть, они придумали, что нельзя себе назвать детем Божиим, кем мы являемся. Что оказывается, этому Богу не надо ничем поклоняться, кроме как любовью ко всему его творению. И за это его распяли. Ну, естественно, тут вся кучка страстей, потому что понятно было, что надо тогда от всего отречься. Отречься от чего? От наслаждения, на крови и слезах любого человека, живого существа. Потому что все эти богатства, все это, на чем оно основано? На чьих-то скорбях, ты на чем-то горбу ездишь. Вплоть даже вот именно до смерти. Потому что когда ты чрево свое трупом убитого животного насыщаешь, ты вообще еще и жизнь его прекратил. Вот и все. Все очень просто и понятно. Предъявить ему ничего не могли. Я всем тоже спрашиваю, за какой злог сделал вы меня хулите, что я богохульник, богопротивник? За какой? Что я злог сделал? Я вашу лжеистину называю ложью. Так она и есть лжеистинная. Вы объективно доказать не можете. Богу ничего не нужны ваши. Ни свечки, ни иконы, ни храмы, ни богослужения, ни господи помилуй. Ничего ему не надо. Человек, измени себя сам. Бог все даст. Все в мире творение Божие. Ты ничего, грубо говоря, из ничего сотворить не можешь. Ты главное господствуй над всем этим. Правильно. Господство значит заботиться, значит любить, значит приумножать. Вот все, что от вас требует Господь. Но от нас это так же далеко и чуждо. Да, как во времена Иисуса от всего его народа окружающего. Так, Викуля ответила нет. Так, ответы по Библии. Скоро выйдет ролик, назову я его Скоро выйдет ролик, так, вот так вот. Предание, передание, как хотите, да. Такой значок я уж подготовил. Это я подведу итоги тому, вот этому видео, которое вы помните, да. Ролику предание, роликом предание. Во-первых, я там сделал все-таки ошибки, как я, и поэтому я просил за мной перечитать, но никто не перечитал, мне Бог сам на сердце положил, что я там ошибся. Я там все перечитал, мы кое-что пересмотрим, подведем итоги моего опроса, кто читал, кто не читал Библию, поэтому сейчас я комментарии не буду зачитывать по преданию, вот поэтому по преданию мы пропустим, так скажем, ну, пролистаю, сердечки поставлю, а там мы подведем итоги, мои прогнозы сбылись, как я говорил, да, вот, и вот этот ролик скоро, ну, скоро нет, я вообще не записал, но, я, в принципе, жду пока там где-то получается ну, 200 с чем-то просмотров, для меня, в принципе, это уже практически пик, ролик за 2-3 дня сколько-то набирает, потом он уже не особо, вот, ну, посмотрим, и как раз, может, я на днях, в понедельник, сегодня субботу, завтра вы этот ролик увидите, будете в воскресенье смотреть, ну, там понедельник, вторник запишу, может, ну, вы увидите его потом еще где-то неделю, через две, потому что у меня таким небольшим запасом выкладки идут, вот, поэтому сейчас я просто сердечки поставлю, ну, так, прочитаю, Библию целиком еще не прочитала, с тобой начала Ветхий Завет, вот, я всех благодарил за честный ответ, кто отвечал, да, нет, но я говорю, мы по этому ролику еще отдельно пробежимся, и подведем итоги, вот, поэтому здесь я, все, что касается, да, нет этих ответов, потому кто целиком, хоть раз в жизни читал Библию, я сейчас не буду засчитывать, Женя Девятьяров пишет, Дима, здравия тебе и зрителям твоим, и тебе, Женя, ты один из немногих христиан, с которым мне легко соглашаться, соглашаться, здравость, любовь и благость, вере и есть суть жизни в любом человеке, а сектантская спесь, это жуткий морг и безумие, ну, тут я согласен, да, напишу, привет, дорогой, согласен с тобой, но приходится как-то светить в мире лежащем возле, хотя иногда некоторые невидомы напрягают, ну, ничего не поделаешь, так, Аллочка, всем рекомендую, спасибо, от меня, сердечко, Наталью Майору, я один зачитаю, и среди всего моего, ну, она сама пишет, нет, и среди всего моего окружения, читал и перечитывал, я постоянно всего один человек, ну, ну, эти игры мы даже, может быть, еще по комментариям пройдемся, когда ролик предания будем, итоги подводить, и там мы, ну, на данный момент, я вам так скажу, 2%, то есть, прослушала больше 200 человек, 4 человека, ответила, да, это около 2%, получается, кто читал Библию целиком, Ольга Зиглер, разница, во что я одет, ну, Богу разницы, конечно, нет, во что ты одет, но некоторые, ссылаясь на книгу Библии, считают, что, на собрание книг, корпусу Библии, считают, что Богу есть разница, во что ты одет, Василия Алибабаевич, кролику Иисус истинно, спасибо, Дима, слушать было интересно, полезно, назидательно, я рад, если несу пользу, надежда, кролику вам написали, я говорю вам, присоединяюсь, спасибо, Валера, кролику вегетарианство, он, кстати, еще не решил, Валера уже написал комментарий, ну, хорошо, спасибо, для тех, кто знает, в целях экономии, останки забитых животных, птиц или рыб, производители перерабатывают, и скармливают, следующим кандидатом, на бойню, такое мясо становится опасным для жизни, ну, понятно, скармливают мясо, этим травоедным, животным, в нем начинают образовываться, так называемые, прионные белки, а эти вещества уже названы учеными, чумой 21 века, ибо вызывают распад нервных клеток, что приводит к ранней болезни Альцгеймера, и эти белки до сих пор не удается ничем обезвредить, людям на стол подают не просто трупы, а трупы, вскормленные трупами, если человечество хочет выжить, необходимо архисрочно возвращаться на растительную пищу, ну, согласен, действительно, если травоядных так же, да, еще скармливают им, еще трупов, да, это вообще жуть какая-то, жуть на жуть, и жутью погоняет, Галечка, так, надежда, спасибо, Дима, все у тебя в меру, и мягкость, и жесткость в твоих речах, я готов тебя слушать сутками, мне все понятно, ну, хорошо, если все понятно, от Новикулия, красавчик, спасибо, красавицы, Олег, все верно, но игнонировать жертву за грехи мира нельзя, иначе не будет полноты, не будет полноты, вера и дела идут вместе, дела свидетельствуют об изменении сердца, молит, мотивах человека, так, ну, я за комментарий ставлю сам палец, а лайк я не ставлю, я вот пишу Олегу, но я лично не верю в эту жертву, по крайней мере, в том определении и смысле, в котором ее проповедуют общеизвестные мировые секты, для меня жертва Бога Иисуса Христа, в том, что он для меня сошел с небес, со своим личным примером, показал мне, как я могу, идя за ним, а что-то у меня тут, комментарии обрезаны, странно, я-то с компьютера пишу, непонятно мне, ну, ладно, комментарии что-то обрезали, по поводу жертвы, искупительной там всякой жертвы, я вам уже много раз говорил, еще раз скажу, я ни в какую жертву не верю, несмотря на то, что они много писал апостол Павел, несмотря на то, что ссылаются на пророчества ветхозаветные, особенно, в частности, на Исаию, но я запишу, я планирую записать ролик, грех мира, хотя, я говорю, мне не очень нравится вырывать все это из контекста, потому что нам придется и так по Исаии читать 53 главу целиком, и вы увидите, и вы увидите, что тот же самый Исаий, он называет грех и наказание, одним и том же словом, синонимично, он говорит, грех, он взял на себя грех мира, и наказание его, наказание мира было на нем, вы знаете, грех и наказание, это разные вещи, оказывается грехом мира, по сути, Исаия, каждый может в его слова все, что хочет вложить, но я читаю его слова, я вижу, как он, если он сам это, конечно, понимает, пытается донести мыс, тем более, кто понимает, Исаия пророчествовал не об Иисусе, так скажем, прямо, все пророки пророчествовали прежде всего о своих современниках, и о тех, что когда они будут в Вавилонском плене, и обратно будут возвращаться, их будет возвращать, так скажем, предводительствовать некий вождь, понятно, что это все и к Иисусу относится, это уже мы с вами понимаем, современники, а они тогда понимали только прежде всего к своему времени, и там наказание мира, во-первых, вот именно это пророчество, не зря там такие слова употреблялись, Исаия прежде всего писал, я говорю, всегда о своем вообще еврейском на родину, хотя то же самое Исаия пророчествовал о Египте, и все пророки, вот сейчас мы уже, я уже почти всех малых пророков зачитал, вы их скоро будете смотреть на канале, я их буду открывать, уже загружаю, там премьеры выставляю, они действительно пророчествуют не только, это удивительное такое отличие этих пророческих книг, они пророчествуют не только, о еврейском народе, обо всех окружающих народах, вот, Исаия прямо пишет, наказание мира нашего было на нем, что такое наказание? Мы с вами помним, как был наказан Адам с Евой, в кожаные одежды были одеты, то есть вот в эти вот тела, которые испытывают невероятную боль, мучения, страдания, об оконцовке болячки всякие, об оконцовке смерть, голод, жажду, да, вот какое наказание мира было на нем, потому что это и было наказание, вот какой грех мира, вот какой грех мира он берет на себя, вот почему апостол, Иоанн Креститель, Иоанн Его Претеча, говорит, вот он, огнец, берущий на себя грех мира, наказание мира, под грехом мира, все пророки, из которых последний, Иоанн не пророк, но больше из них, да, они говорили, вот он, он говорит, берет, что такое он взял, он же как будто является, когда он родился, его никто не признавал за миссию, да и когда и с ним три года ученики ходили, что значит первый Иоанн Креститель о нем так свидетельствует, ну как будто это Рождество, как будто это Рождество для нас, для всех, хотя это Иисус является при Ордане, и он говорит, вот он он, агнец, берущий на себя грех мира, что такое грех мира, что он будет страдать, что его даже могут убить, хотя с Богом это сделать невозможно, и мир стал смертным, тленным, вот это все, страдательным, только потому, что согрешили прародители, Адам с Евой, вот какой он грех берет, речь не идет о грехах всего человечества, не может Бог ничей грех взять на себя, каждый отвечает за свои грехи, сам, и когда человек перестает грешить, уму, разуму набирается, и жизнь исправляется, у Бога нет никакого винчестера, хранилища жесткого диска, ну винчестер вы знаете, да это слово, я надеюсь, жесткого диска, хотите хранилища цифрового, как вот у нас сейчас компьютерный мир, с нашими грехами, мы просто сегодня те, кто мы есть, вот и все, если это в нас живет, значит мы это делаем изо дня в день, мы грешим каждый день, если только мы сегодня по какой-то причине не согрешали, есть крупные грехи, ты же не каждый день там убиваешь человека, ну ты готов его убить каждый день, может быть убиваешь раз в год, может убийца, мародер, грабитель, может раз в неделю убиваешь там, да, ну курит там, грубо говоря, вот грех возьмите какой-нибудь, да, он человек каждый день, вот какой грех мира, ну я говорю, я, как всегда, я на разминку, может попытаюсь, вот как сейчас вам, ну конечно побольше, часика на два, не как сейчас на пять минут, хотя бы так, с легкой подготовки, возьму Яна, возьму Исайю, покажу вам это, да, речь никаких, никого Иисус не исцелял, ни от какого греха, невозможно, все, что можно было сделать, показать нам пример, я когда увидел, у меня мозги встали на место, где Исайя, прям вот этот стих, середина, я даже не открываю, потому что я тогда, меня понесет, я начну комментировать, все это, все это 53 главу, вот, вот там этот стих, прям в середине 53 главы, наказание мира было на нем, и ранами его мы исцелились, ранами исцелились, это точно так же параллельно, мы читаем, Иоанна Богослова, первое послание, как мы читаем, мы любовь, что любовь Бог, а мы его образ и подобие, любовь Божью, мы познали в том, 1 Иоанна 3,16, 4,16, в том, что Он положил за нас душу свою, Он положил, Он для нас стал примером, Он положил для нас, за нас, для нас, там вот перевели все время, за нас, там лучше, для нас, для меня Он положил, Он этот путь проложил для меня, чтобы я поверил, что этот путь можно и нужно пройти, для меня, любовь Божью, мы познали в том, что Бог прошел этот путь для меня, не только перед крестом, сколько Он добра делал, сколько меня всему научил, сколько терпел вот эти поношения, от этих хулителей, на самом деле, Бога, Он для меня шел этим путем, даже до смерти, чтобы я, узрев эту любовь, я прямо вам цитирую, он богослову чуть-чуть разжевываю, и уверовали, он говорит, в нее, и пребывающий в любви, ко всему Божьему творению, не к Богу, он же будет писать, как ты, я люблю Бога, а братцы, как можно любить Бога невидимого, он говорит, пребывающий в любви, естественно, к Божьему творению, пребывает в Боге, и Бог в нем, вот вам и все, ранами Его мы исцелились, ранами исцелились, что такое ранами исцелились, я гляжу, и я прозрел, я исцелился, я, 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 почему вам так все это говорю, потому что я прошел этот путь, тогда, когда я покаялся, я вам всем рассказывал, на этой, на этом газончике, у того, когда Бог мне исповедовал, я видел Его, я говорю, я хочу быть такой же, как ты, ран его этой жизнью, его этим примером, я исцелился, я захотел, что он еще исцелился, это же слова, что эти слова Исайи, раны Его мы исцелились, ну как я могу исцелиться, я могу покаяться, исцелиться, то же самое покаяние, все это символные слова, я только могу исцелиться, я могу захотеть, я, и я захотел тогда, Не Бог взял мою греховную природу, забрал Ладно, я тебя все прощаю, иди дальше, греши Не было такого Я захотел Я в тот день изменился Многое в тот день изменилось И в теории я вообще захотел стать таким, как он И я стал меняться с этих дней Я стал все делать, как он Стараться делать Стараться делать все самое доброе Ранами его мы исцелились Познали любовь Покаялся в грехах Это все одно и то же Как же это так сложно понять Я, глядя на его жизнь Что он так делал Не меня, образно говоря, он любил Меня там не было на самом деле В те времена, две тысячи лет назад Я видел, как он к реальным своим врагам проявлял любовь Я видел, как он реальную любовь проявлял К своим, к равнодушным к нему людям Я видел, как он реальную любовь проявлял Причем правильную любовь К своим, к любящим его Вот, что я видел Как он реально пострадал Меня еще там не было Он для меня это сделал Для будущего у меня Неужели это так сложно понять? Я не верю ни в какую искупительную жертву Это бред Для меня Для меня величайшая жертва Бога Для меня Что он это сделал для меня Живой пример Глазами не вижу Что жизнь бессмертна Что Павел говорит Если тогда он бессмертен Тогда 15 глава Коринфян Я вам всегда ее напоминаю Что если Иисус не воскрес Мы не бессмертны Да, тогда это все бессмысленно Что мы терпим Наготу Нас бьют Мы вот эту жизнь правильно ведем Все это бессмысленно Ешь, пей, веселись Грабь, убивай, насилуй Получай удовольствие За счет другого За счет других За счет слез и скорбей И страданий ближнего Нет Ты бессмертен Прежде ты свободен Ты бессмертен Хорошо, ладно С этого начнем Как фундамент И ты свободен Поэтому Избрать добро и зло И будут этапы разделения Ты не переживай Ты здесь потерпишь Ты не будешь вечным терпила и зла Ты пройди экзамен Господь рассказывал притчу нам А богатым и нищим Будет разделение И перейти невозможно будет Как здесь мы ничего с собой не можем делать Нам надо прожить столько Сколько Бог нам определил Десять, двадцать, тридцать, пятьдесят, сто Никуда не денешься Надо терпеть жить Так и там будет Я верю во всеобщее покаяние Двери рая ко всем открыты Но Надо жизни научиться И доказать свои желания Богу Да, надо Да, протестанты у них никак это в голове не кладывается Что надо Пишите, заслуги Надо заслужить рай Представляете Какой ужас Какой ужас Не на халяву мне это дано Да Только вы знаете Как Иоанн Богослов в этом же послании Потом и напишет К концу приближаясь На рубеже четвертый, пятый глав На уделение человеческого Что заповеди его не тяжкие Оказывается эти заслуги тебе Ты не мучаешься Оказывается любить Легко Ненавидеть Тяжело Оказывается быть святым Просто и радостно Оказывается быть злым Напряжно и тяжело Все время Плести Козни Ораться с кем-то Ругаться Святым быть Оказывается Самому благо Даже в этой жизни Святым Нестяжательным Живешь Все пофигу Ты уже В вечной жизни Ты никуда не торопишься Ты никуда не спешишь У тебя все всегда отлично Ну кто-то тебя обидел Ну где-то плохо Плюнь да разотри Как говорят в миру Да Так и это Ты действительно У тебя сразу У тебя плохо У тебя две мысли в голове Любовь и свобода И бессмертие Третье Ну одна как фундамент Две растут из нее Да Вот Вот Я не верю ни в какую Скупительную жертву Я даже по писанию Могу конечно Буду это показывать Для совсем Куда постучать бы Чтобы микрофон не упал Я конечно буду показывать Что нельзя извращать Этот символьный Олегарийский язык Язык порой тех И письмена тех Кто вообще не понимал Сам до конца О чем он говорил Мы с вами Через столько тысяч лет Прожившие от этих пророков И от Рождества И всей жизни И учения Иисуса Христа Неужели мы этого не видим Поэтому я никакую Вот Олег пишет Я писал Что я не верю Как хочу отметать Я не верю Ни в какую Скупительную жертву Я не верю Что Бог Может насильно Как-то изменить Мою природу Он дал мне свободу Как он может ее поменять Как он может Сделать меня добрее Или зле Я сам могу Он может меня Сгибать Да Услови на жизни Можно Всякого Потихонечку Да Не ломать Как написано А потихонечку Гнуть Бог может Устроить жизнь На ситуацию Которая будет Тебя прессовать И мозги Тебе вправят Бог управляет Промыслом Человека Но в оконцовке Но вы знаете Можно орать Будучи пристегнутым Какой-нибудь Психобольничной койки Все равно Орать Я вас всех убью И вы все будете Вас разорвут Человек может Доходить до безумия Человек может Упорствовать Возле до смерти Нам даже В писании Таких примеров Полно Для тех Кто любит Библию Там фанатеет От нее Апостола Павла 42 человека Полагают Обед Не есть и не пить Не просто 40 дней Там 10 5 Пока не убьют Я всем говорю Походу Эти 42 человека Умерли Потому что Насколько мы знаем Апостол Павел Еще несколько лет Пусть и под домашним арестом Таким Но жил И проповедовал Даже Ну вряд ли Они пару лет Протянули Без еды и воды Да А заклинались Еще при его аресте В Иерусалиме Вот эти кто помнит Там судам По книге деяний Когда его из города в город В оконцовке Даже отправили в Рим Вот Но я думаю Что они долго Не протянули Тем более С каждым днем Силушка Ты их оставлял Им уже небось Не до Павла Было Лишь бы Ну я думаю Что они либо От своих обедов Ну вернее Не от желания Убить Павла Отказались От своего глупого обеда Что они не будут там есть Или пить Стали есть и пить И все искали смерти Павла Но Павел Был под защитой Так скажем Государства Цари и правители Да Вот так вот Я ни в какую искупительную Жертву не верю Я верю в то Что человек Сам себя меняет Сам себя Глядя на Иисуса Да Вот это В это я верю Это написано В Евангелие А верить в халяву Что я ничего не делаю Мне не надо Не собирать сокровищ На небесах Ничего делать Не подвязаться Не возрастать Ни в любви Ни терпения Ни мире Ничему не учиться Не анализировать Свои вчерашний день Не помышлять О будущем Дне Да Что бы я мог Еще доброго Лучшего сделать Чему бы мне Научиться В святости Да Я в это не верю Я с такими Общался людьми Вы знаете Вот им С ним даже Общаться не хочется Это холодные люди Им все до фени До лампочки А именно Вот такое Мировоззрение Делает Такого человека Теплохладным Именно такое Ешь пей Веселись Да Вот и все Я в это не верю Я верю В человеческий труд Да Который Бог еще в раю Сказал Возделывай И храни Он не говорил Я буду тебя возделывать А ты лежи Лежи на гамачке Да Вот тебе коктейльчик Гаремчик Нет Возделывай И храни Так что Особенно в этой жизни Так что Вы хотите Во что хотите Верите Вот А я Игнорировать Я в нее просто не верю Поэтому Вот Олег пишет Игнорировать Не игнорировать Я в нее не верю Вот Иисус Никакую жертву За мои грехи Искупительную жертву За грех какой-то Какой-то общий грех мира Наказание Которое на всех нас Да После грех падения Что мы все В этой природе Живем Рождаемся Умираем Да Вот Вот и все Поэтому А Игнорировать Вот в том В каком В основном Протестантизм Вкладывает Я не верю Иисус умер Не за меня И не за мои грехи А для меня Я не знаю Правильно ли перевели Или апостолы Не понимали Как хотите Для меня Он умер Не за меня За меня Невозможно Умереть Каждый Получает И отвечает Сам за себя Каждый Из нас Никто Ни за кого Не отвечает Каждый Из нас Отвечает Сам за себя Тогда Отрекитесь От своей Свободы Тогда Вы не кто Вы просто Головешки Тогда Станете Просто Чурбанами Камнями Человек Сам Выбирает Добро Или зло Грешите Именно Вы И добро Делаете Именно Вы Вы Сами За себя Будете Давать Очерк Поэтому Иисус Я не знаю Как для вас А для меня Он пришел Для меня И умер Для меня Я По гроб жизни Благодарен И именно Ценю Вот именно Эту жертву Тем что Он не напрасно Для меня Умер Я один раз Увидев это Как вам говорю Принял Эту Жертву Для меня И живу Ею Живу Этим Примером Жизни И благодарен Ему Что он Ради Меня И он Действительно Тут почему Только за Если правильно Это смысл Я вот видите Расхожусь Не могу Целый этот За грех Мира Получился Вот это просто Ответ на вопросы Канует В лето И потом Ну ладно Ролики все равно Пишу отдельно Тут за меня Можно Только в одном Контексте Понять Потому что Именно Даже он это Делал Как бы Ведь он То не имел Греха Дела в жизни Не сделал Но опять же Те кто делали Против него Или против Кого то Он же не за них Умер Понимаете Это просто Бред Который даже В голове Видите Объяснить Невозможно А вот для меня Что он показал Пример Как надо Жить Свято Да Это да За меня Он Ну это За звучит Не так Для Лучше Звучит То что Даже за Что я Должен Это был Так Я должен Так жить И исправиться Когда он Мне даже Внутри Сердца Это да А я так Не живу И мне Тупому Как и всем Почти из нас Надо было Именно живой Пример Жизненный Пример Пока Бог Не сошел На землю Я так Не жил Мы что Не слышали До покаяния Голос в сердце Бога Да все слышали Когда мы Грабили Насиловали Убивали Обманывали Оскорбляли Обижали Да Кто что Это я так В общем Перечисляю Все мы Слышали Все мы Знали Когда плохо Мы делаем Когда хорошо Когда к нам Вопрошали Когда у нас Просили Когда вокруг Нас были Нуждающиеся Все мы Знали Все Бог Щемил Наше Сердце Но мы Так не делали И в этом плане Да Ну можно сказать Бог За меня Я же должен Так жить А он Жил За меня Этой жизнью Но он Не за меня Прожил Эту жизнь Он прожил Свою жизнь И в оконцовке Мы приходим Потому что Для меня Поэтому я Не хочу Даже этих выражений За За Для Тогда все Становится Понятно Для меня Он прошел Этот путь Потому что Когда я Слышал Этот голос Сердца Мы его Все Слышали Мы Не хотели Так жить А он Меня Придя Во плоти Вот лично Меня Не знаю Как у вас Меня убедил Что так Жить Можно И нужно И у этой жизни Есть цель Потому что Он воскрес Так жизнь Вечна И как я Живу До покаяния Так вечно Жить все равно Невозможно Если проецировать На вечность На вечность Это ад Сегодня Ты ограбил Завт тебе Это ад Мы же все Жалимся Как мы живем Там воруют Чиновники У нас все Нехорошо Все плохо Так стань Хорошим И Бог Ты стань Хорошим Я тебя Отправлю Туда Где такие же Как ты И до какого уровня Ты дойдешь Там ты будешь И там будут Такие же Как ты Не важно Что у тебя Маленькая зарплата Как некоторые Я не ворую Я свое Забираю У шефа Я говорю Нет родной Ты воруешь Я понимаю Тебе может быть Мало платят Действительно Обижают Там бизнесмены Ездят на своих Рабочих Все от Мало до Велика Но ты не спросил Ты воруешь Ты именно воруешь Значит там Будут воровать У тебя Значит ты будешь Такими же ворами Ты не будешь Там где Никто не ворует Потому что ты И там покажешь Что тебе мало Ты перестань Грешить И ты будешь И Господь Пообещал Вот я в это верю Я верю в Евангелие Я верю не в Бога А Богу В Бога я верю В априори Каждый из нас Верили Не верили Он просто есть От моей веры Или не верили Он не пропадает И не появляется А вот как Авраам Я верю Богу Делаю Что он говорит И получаю Обещанное Вот я верю Что я тружусь Как Павел говорил В 15 Не напрасно Мы все это делаем Что будет вечность Будет разделение Так зачем мне Здесь жить в аду Еще несколько раз Может я буду В этом круге Заходить Даже если Господь Мне еще раз Сюда пошлет Для проповеди Евангелия Я же выше наверняка Буду Еще Еще Да Вот Так что вот так Вот поэтому Для меня Никакой жертвы За какой-то грех Мира За какое-то исцеление Там первородной природы Вот это все Несут Да Бог нам просто Я просто Я просто явил Что человек Бессмертен Бессмертен Я не верю Что Иисус Христос Это Сын Божий Я верю Что Он Бог Он на земле Был как Сын Как Сын Бог был на земле Как Сын Потому что мы Его дети Чтобы положить нам Путь детей Он не путь Отца Ложил Он Отец один Он Родитель Мы не можем Бога родить Хотя мы рожаем Богов этих Каждый день Вон в роддомах Вы Боги Дети Всевышние Все вы Вот так вот Я верю Что это не Сын Божий А как Сын Я верю Что это Бог Бог Потому что я Очень на Него Похож Один в один А я создан По образу Подобию Бога Уж что-то больно Я на Иисуса похож Я не похож На Вселенную На мантру На сразу На маму И папу Кто там проповедует У меня нет Два лица У меня нет Две головы Два тела Я один А мужский Женский пол Это лишь Временное разделение Мы видим Что Бог сотворил Одного человека И потом Разделил его На мужчину И женщину Лишь временное Разделение Вот и все Человек один Вот я верю В единого Бога Который даже Приходил Во плоти Я вам скажу Что либо перевели Евангелие Опять неправильно Фраза Которую я сам Всегда употреблял И явился Я вам скажу Что либо перевели Неправильно Уже до нас Дошло Потому что я Скоро буду Говорить по другому У меня уже давно Язык чешется Бог во плоти Явился нам Это огромная разница Иисус был Он почему-то в Евангелии Все время говорил Что он был всегда Он пришел Оттуда Где был всегда Авраам Я увидел И возрадовался Как можно Видеть Бога Без плоти Скажите мне Пожалуйста Вопрос На миллион долларов Как Авраам Видел Иисуса Еще тогда Но уже видел Причем когда умер Увидел И увидел Иисуса И как он вообще Увидел Если это был Дух невидимый Или если это был Бог Бог всегда был Во плоти Да Как хотите Это понимаете Я сам не могу Это понять Потому что Мы даже живем С вами в пространстве В измерительном В пространстве Временном Измерении Да Ограниченного Тремя осями И временем Как это будет В вечности Я не знаю Но я в это верю А вера Это ожидание Невидимого Я знаю Что потом Мне все откроется Как оно есть Пока Я лишь Внешний Такой Наблюдатель Верун Так Саша Сидоренко Аминь Соля Аминь Алочка Спасибо большое Великолепно Всем рекомендую Просмотру Может у кого Откроются глаза Дай Бог У кого-нибудь Откроются Так Прошлым ответом Дмитрий Так держать Вадим Спасибо Спасибо Христос Я реально Начал смотреть Было 15 Комментариям В конце Уже Был 11 Ну Комментарии Иногда Удаляют Я это Вижу Они Зависают Просто В уведомлениях А потом Ты их Почему-то Не видишь Ну и бывает Просто Видишь Потом Удаляет Да это Дело Каждый Пусть Удаляет Я Я всем Говорю Каждый Свободен Делать Что он Хочет Мы только Бы делали Мы Добро Да А то Раз Мы Удаляем Значит Вам Стыдно Значит Вы Были Не Правы Так Ты Напиши Чтобы Ты Не Прав Что Все Это Видели Ниночка Слава Господу Слава Действительно Ирина Лунева А это Кстати Которая Писала Что Фильм Джокера Для Великих Умов Или Как Он Сказал Но Ведь Иисус Это Пророк Аллах И не Более Того Ну А Ну Это Кролику Тела Бога Иисуса Христа Плоти Кровь Помните Где Я Сижу Ну Мне Кажется Я Кстати Только Что Ответил На Вопрос Ирины Что Для Меня Это Не Более Того Это Никакой Не Пророк Аллаха Это И Есть Сам Аллах Если Хотите Ну Аллах Кто Знает Просто Как У Нас Часто Библию Не Перевели Что Это Книги Аллах Слов Бог Поэтому Я Верю Что Сам Аллах Во Плоти Пришел На Землю Вот Так Я Кратко Отвечу О том О чем Только Что Много Говорил Нимочка Аминь Аминь Крещению Павел Сережа Лиса Вообще Дмитрий Очень Мировой Дядя Спасибо Я вроде Еще не Дядя Еще Молоденький Сережа Еще Позна А Про Совесть Сознание Самим Собой Это И Есть Я Познающая Себя Ну Загонно Все Это Про Совесть Про Это Не Знаю Мне Кажется Я Проще Мысли Я Поэтому Все Эти Совести Я Есть Я Я Анализирую То Что Из Меня Выходит То Что Входит Это Есть Я Так Я Мыслю Так Канал Кошкина Мать Здравствуйте В прошлую Пятницу Сколько У нас Время 50 Минут В прошлую Пятницу Создав Биометрию В декабре Сдав Биометрию В декабре Я писала Заявление Об отзыве Моих Персональных Данных Видео Я записала Получил От банка Интересную Бумагу Если Кто-то Переживает Что Сдал Биометрию То Может Отозвать Ее По закону Автор Я Вас Ну Это Ко мне Речь Обращена Я Вас Поддерживаю Психоз Сатанизма Напрягает Мне Все Кричат Что На лбу Стрехкод У меня И так Далее Так Вот Посмотрите Ролик Мой Почему Я Отозвала Данные Сбер Врет Что Мы Ему Передаем Лишь Лицо И голос На Использование Спасибо За Разумные Мысли И адекватную Реакцию А то Мне Такое Пишут В комментариях Мое Видео Забрали На другой Канал С моего Согласия На два Дня За два Дня 2000 Просмотров Люди Сошли С ума Разрешаю Ролик Забрать На свой Канал Ну Мне Не Надо Спасибо Я По двум Причинам Во первых Потому что Я вас Все равно Не знаю Сейчас Я скажу Что ролик Я посмотрел Во вторых Психозом Вот Как ты Сказала Больные Люди И Мне Чужие Ролики Я В любом Если Я И завел Б канал Кто-то Хотел Мне Что-то Передавать Чтобы Я После того Как мы С вами Чего-нибудь Не нашли Общий Язык Как всегда Это бывает У меня Начнете Мой канал Там Присовать Зачем Мне Это Надо Поэтому Я Пожалуйста Я сейчас Скажу Кто Хочет Пусть Переходит Вон У вас Канал Открыто Досмотрят Ваши Ролики Мне Рекламу Сделать Мне Жалко Написали Комментарь Да Пожалуйста А ролик Что мне Забирать Меня Самого 100 человек Смотрит Поэтому Потому что Я заберу Ваш ролик И еще Мой канал Я надеюсь Не смотрят Вот такие Психованные Мало их Части Я надеюсь Что они После просмотров Мои видео Как раз Исцеляются От этого Психоза Так что Я думаю И причем Я не Сейчас скажу Я далеко Не совсем С вашими Мыслями В этом ролике Согласен Мировоззрением Поэтому Я Спасибо Конечно За предложение Но мне Ваши видео Не нужны Пока По крайней мере Я говорю И то на моем Канале в любом случае Это можно Заводить Отдельный Какой-то Общий канал Что-то там Выкладывать Там Я обмолхал На беседах Я говорю Ну вот Я сейчас скажу Кое-что Просто Конкретно По вашим каналам Так Разрешают ТТТ В ад попадут Многие еще До биометрии А чипизация Это дело Добровольное Как и биометрия Включаем мозги И делаем по закону А не святой Водой Везде брызгаем Я человек верующий А не суверенный Но биометрию Отзывала Не по религиозным Причинам Иначе б так И писала В заявлении Про дурака С маркером Смотрела Ну это Почему дурак-то Нормальный Мужчина Тоже решил Похохмить Надо Вот такими Людьми Вот А где-то еще Был ее Комментарий По-моему Сейчас я посмотрю Так Спасибо Дима Аллочка Оля Так Ну ладно Я его Искать Не буду Она вроде Два Оставляла Комментарий Мне кажется Я сейчас Отвечу Просто на него Вот так И будет Крутить По поводу Ролика Вот именно Вы там Написали Что вы Типа Ну говорили Два Видео Я посмотрел У вас Не знаю Или один Вы там Я два Видел на Канале Один Потом Второй Записали Я в эту Биометрию Я здесь Ну кратко Как я умею Да Я это скажу Кратко Получается Вот Вы там Своё Говорили Своё Мысли Вы Свои Мысли Высказывали У меня Свои Мысли Я вообще Не верю Ни в какую Биометрию В том Плане Что Как я Сказал От тебя Давно Сняли Вы там Что-то Говорили Что там В этом Договоре Помимо Вот именно Лица И голоса Еще чуть-чуть И не Органы Вы там Разрешаете Сдавать Вы знаете Я к этому Вообще Проще Отношусь Потому что Когда Кому-то Нужно Будет Забрать Мои Органы Если Сейчас Начнется Вторая Революция Сто лет Назад Которая Была В нашей Чудной Стране России Да И у Каждой Страны Есть Своя Темная История Там Вам Ничего Не Поможет Вы Можете Ничего Не Подписывать У вас И так Вас 1907 1915 17 19 До 25 До 37 Посмотрите Что В первой Четверти 19 Столетия Творилось В России Расстреливали Без Суда И следствия Просто Ты идешь В фуражке Этой Кадетской Что-то там Кадеты Я не помню В немилости Стали Прям Могли Эти Кто Патрули Ходили Имели Право Расстрелять Просто Так За все Там Могли Там Такие Настолько Глупые Законы Были Уже Это Прям Законы Прям Временного Потом Красной Армии Уже Пошло Эти Законы Еще Чуть Там Стали Городить Советского Союза Совета Военных Генералов Там Расстреливали Уже За булку Хлеба В таком Городе В каждом Городе Свои Были Причем Это Был Совет Военных Комиссаров Грубые Губернаторы Городов Они стали Везде Свои Советская Внутри Каждого Города Каждый Холоп Это Я Мох Свою Еще Правило В какем Городе После Восьми Нельзя Было Выходить Расстрел Просто На улицу Идешь Расстреливают Поэтому Знаете Вся Вот Эта Биометрия Ну Что И так Тебя Возьмут Что Надо Будет И почку И все Надо Поменьше По врачам Ходить По темным Закоулкам Действительно И так Далее Лучше Дома От боли Подыхать Чем Куда Ехать Мне Кажется Там Точно Все Вывяжут Что Надо И Не Надо Так Что Я В Это Знаете Вы Там Можете По Каким Угодно Вот И Сами Говорят Не По Религиозным Что За Не По Религиозным Зачем Тогда Вообще Все Это Снимаете В Основном Фанатеют Кто По Религиозной Теме Поэтому Я Не Буду Разбирать По Полочкам Я Ваши Два Видео Посмотрел Кто Хочет Пусть Переходит Смотрит Мне Жалко Что Я Для Себя Никакой Пользы Не Уяснил По Повторю Всех Биометрии Я Высказывался Здесь Не Знаю Что Сказать Я Для Этого Тоже Ролики Записываю У Кого По Другому Назвать Не Могу Кроме Как Психоз А С Людми Творили Раньше И Без Биометрии Посмотрите На Рабство На Крепостное Право Которое Вот Вот Все Только Там Кажется Некоторое Далекое Такое Темное Прошлое Да Нет Это Вот Все За Плечами Прям Было Посмотрите Без Биометрии С Людьми Делали Что Хотели И До Сих Пор Делают Никакая Биометрия Не Я не говорю Что Совсем Мозги Не Надо Включать Ну И Да Так Анатолий Украинцев Кролику Крещение Дорогой Христолюб Очень актуальное Откровение Правдивые Слова Истинно Основаны На собственном Опыте И на Чистом Слове Бога Не бойтесь Слов Угроз От Людей Кто Бы Не Осудил И Не Нападал На Вас Не Желая Обсуждать Учение И Историю Церкви А только Выливать Свою Недовольствие Агрессию Будет Осужден Не Вами А Словом Бога Тот Кто Взывает К Разум И Стоит На Стороне Чистых Учений Библии В этом Безбожном мире Будет Как Жертва Подобное Христу Стефану И Другим Верным Служителям Древности Только Искренне Чтущий Бога Отличается Тем Что Он Взывает К Людям А На Него Нападают Как На Жертву От Тех Которые Готовы Растерзать Скрижитя Своими Зубами В невозможности Из-за Своего Фанатизма Услышать Доводы Или Взвесить Факты Аргументы До Изнеможения Будут Готовы Бить И Избивать Камнями Словами Забывая Что Они Никогда Не Смогут Понимать Слова Которые Сказал Стефан Убиваем Камнями Господи Прости Им Потому Что Их Испорченная Совесть Никогда Не Подскажет Им Что Они Творят Чудовищную Несправедливость А Небогодное Добро Помните Всегда Что Из Тысяч Найдется Один Ищущий Истину Который Услышит Вас И Исследует Ваши Слова И Радости Будет У Ангелов Божьих И Ликование Об этом Таком Человеке Гораздо Больше Чем От 999 Таких Нападающих Праведников Сил Вам И Мудрости И Вразумления Для Других Так Как Ваш Опыт И Ваши Слова Основаны На Слове Нашего Бога Ижнедателя Бесценны Даниил 12 Лава 1 И 3 Текст Спасибо Ну Вот Я Горю Когда Мне Что То Хвалебное Поют Я Горю Вечно Меня Обвиняют Мне Сами По Хвальбы Мне Конечно Что Мне От Приятно Обратная Связь Мне Приятно Просто Простая Благодарность Человеку Если Я Ему Делаю Добро И Он Мне Отвечает Тем Же Простым Хотя Бо Тем Же Самым Спасибо Да Вот По Поводу Истины Ну Я Горю Я Могу В чем Угодно Ошибаться Вот Я Буду Ролик Этот По Преданию Записывай Что Я Там В Цифире В тот День Что У меня Голова Совсем Не Шарила Я Вот Но Это Цифире А В истине Я Конечно Я Познал Поэтому И Говорю Так Спокойно И Давно И Мне Все Рано Что Там У Кого Написано Или Еще Где То Истина Она В любви И Она Очень Проста Она В том Что Ты Человек Ты Свободен Избирать Между Добром И Злом Даже При Лицом Смерти Ибо Ты Бессмертен Как Хотите Я Каждый раз Видите Немножко Так Кручу Этими Определениями Ну Смысл Я Надеюсь Вам Давно Понятен Я О нем Уже Тысячи Раз Сказал Вот И Вся Истина Что Тут Много Ума Тут Надо Чтобы Ее Понять Только Любовь Но Любовь Опять Настолько Просто Я Раньше Тоже И Так И Так Пытался Оказывается Иисус Все Давно Сказал Поступай В этом мире Как Хочешь Чтобы Поступали С тобой Все Какой Я Мир Хочу Вокруг Себя Каким Я Хочу Быть Достой Каким Я Хочу Вот Были Святыми Они Должны Так 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 Делать Но Ты Себя Начни Потому что Они Начнут Так Делать А Ты Туда Попадешь Если Ты Так Не Делаешь Ты После Них Начнешь Вряд Человек Который По-настоящему Грех Признал Грехом А Что Это Значит Злом Зло Никто Себе Руку Пилить Не Будет Если Ты Настоящий Грех Признаешь Грехом То Называешь Злом Ты Никогда Его Сам Не Сделаешь Ты Вперед Других Побежишь Его Бросить Если Ты Добро Признаешь Добром И Для Тебя Благом Ты Начнешь Это Добро Делать Ну Кто Не Начнет Хапать Увидев Одну Монетку Другую Вторую Давай Загребать Вот И Все И Вам Уже Все Равно Будет Кто Там Что Делает Гребет Я Вижу Я Гребу Я Вижу Это Сокровище Гору Передо Мною Помните Как В Антилопии Это Как Это В Индийском Мультике Еще Еще И Ты Ты Начнешь Загребать Не Важно Кто Гребет Ну Ты Там Много И Ты Нежадный Ты Конечно Ребята Давайте Гребите Тоже Смотрите Сколько Золота Вот Так Вот И Грех Зло Если Ты Признаешь Грех Огнем Вот Этим Тебя Сжигающим Ты Побежишь От Него Вот И Все Оказывается Очень Просто Какой Ты Мир Хочешь Вокруг Себя В Заховной Земле Где Много Зла Скорбей Страданий Несчастья Вот И Здесь Стой В этой Истине Даже До Смерти Все Все Оказывается Проще Некуда Я Не Хочу Вечно Ходить Ваши Капища В Храм И Святым Мощам Трупам Прикладываться Я Не Хочу Богу Никакие Песенки Петь Я Хочу С Ним Лично Общаться Я Познал Через Христа Что Это Возможно Иисус Не Говорил Мне Люби Меня Люби Меня Он Всем Бегал Любите Меня Я Иисус Я Бог Во Плоте Пришедший На Землю Разве Он Это Мучил Разве Он Это Дело Учил Да Нет Ему Дело Он Когда Уходил Он Сказал Ученикам Если Любите Меня Вы Говорите Вы Любите Меня Петр Я Люблю Тебя Всегда Я Люблю Моя Жизнь За Тебя Положит Если Любите Меня Я Когда Уйду Любите Друг Друг Соблюдайте Мои Заповеди Любите Правильно Любящих Врагов Не Говорил Он Он Не Пел На Каждом Углу Как Он Любит Отца Он Не Просил К Себе Никакой Никогда Любви Вот Когда Мы Будем Все Там Будем Любить Его Можно Чупать Опять Трогать Видеть Слышать Вот Это Будет Настоящая Любовь А Вот Эта Эйфория Всю Иисус Не Делал И Не Заповедовал Как Тяжело Понять Это Вы Все Сами Придумали Вы Придумали Лживые Иллюзорные Фантазийные Добродетели Святость И Наоборот То Что Является Настоящим Грехом Все Отодвину Да Ладно Живи Убивай Животных Понось Всегда Обманывай Воруй Че Проповедуют Все эти Церкви Сами В бабле Потопают Эти Иерархи Но Поэт При этом Скафедру Да В одежке За пару Миллионов Долларов Сшитой Он Будет Проповедовать Что Да Надо Быть Нищим Святых Отцов Монахов Которые Правильно Говорят Про наших Патриархов Папы Этих Католических У них Эта Одежка Как Называется Сакас Переводится С древнего С монашеского По-моему Мешок Мешок Это Забыл Второе Как Называется Отребье Там Которое Мантия Типа Там Ну Рубище Рубище Монахи В чем ходили Кто знает Они годами Друг за другом Еще донашивали Пока Это вообще Не сгнивало Ну Кто там Подвязался В этой Нищете У него Сакас И Эта Мантия Пару Миллионов Рублей Узнаете Сколько У патриарха Вы узнаете Сколько Даже У вашего Папа Заедете В епархию Посмотрите Сколько Эти Облачения Стоят Посмотрите Я знаю Я Несколько Лет Ездил С батюшкой По этим Епархиям Я видел Сколько Они стоят И это Самые Дешевые Это Самые Обычные Епархии Самого Обычного Города Вы знаете Сколько Это Стоит В Москве Все И у Иерархов Повыше Вы узнаете Из Какой Из Каких Парчи Ее Шьют И Сколько Она Стоит Просто Зайдите Туда Зайдите На сайт Посмотрите Да Вы Одеваетесь По сравнению С ними Как Монахи Правда В рубище Вот Ну Что Это Это Все Ложь И Вы знаете Вот Мы Видим Эту Ложь И Проповедуем И Споведуем Еще И Потворствуем Еще Говорим Что Это Хорошо Это Ложь Ложь Самая Настоящая Ложь Мы В ней Участвуем Мы Никогда Ничего Не Достигнем Я Не Хочу Этим Я Не Хочу Чтобы Нам Кто Превозносился Я Не Хочу Папам Мужикам Руки Целовать Мы Что В Царстве Небесного Выше Меня Будет Из Какого Перепуга Он Уже Здесь Возносится Надо Давай Мне Вот Так Ручку Я Ему Что Ручку Давайте Ножку Дам Целуй Мне Ножку Папа Ножку Дает Че За Бред Он Наместник Бога Это Иллюстрация Царства Небесного Где Там Иерархия Какие Иерархию Придумали Иисус Говорил Будь Я Пришел Не Для того Чтобы Мне Служили Чтобы Послужить В Царстве Небесном Никто Никого Не Выше Кто Хочет Быть Выше Будь Всем Рабом Они Здесь Играют В Театральный Спектакль Я Видел В Эти Спектакли Почему Они Вживаются Все Кто Их Играют Это Уже Не Спектакль Для Них Ты Ему Попробуй Ручку Не Поцелуй Ты Увидишь Его На себе Злостный Взгляд Осуждающий Ты Мне Ручку Не Целуешь Ой Да Караул Все Разве Да Я Лучше Своими Грешными Друзьями Там Будет В Раю Который Надо Мно Не Превозносится Чем Ты Вот С Таким Мамоном Ты Еще Меня Учишь Чему Посту Да Я Знаю Откуда Он Тебя Ты Спишь Обнявшись С Холодильником Ну Что Это Такое Ну Что Да Тебе Было Было Стыдно У У Вас Постов У Православных Ровно Половина Дней В Году И Он С Таким Животом Половина Дней В этом Году О Посте Проповедует Я Ж Слышал Да Смотрите Сойди Хоть Сам Вон Не Стыдись У них Ни Стыда Ни Совести Нет Он Стоит В Облачении Посмотрите Сколько Его Посох Стоит Вам Ценно Мне Надо Это Все Открывать В Интернете Или Вы Сами Посмотрите Сколько Стоят Эти Палочки Шапочки Он Вот Стоит На Нем Почти Пару Миллионов Рублей Это Смех Это Смех И Грех И Вы Всему Этому Потворствуете Охрана Там Все Это Бронированные Мобили Иисус Не Боялся Умереть И Все Его Ученики Не Боятся Умереть Даже От Любого Психопата Вот Именно В Подворотне Значит Такая Судьба Потому Что Так Жил Иисус И Он Понимает Он Не Может Отойти От Его Жизни Он Не Может Себе Позволить Личную Охрану Они Ни Во Что Не Верят И Вы Видя Это Имея Глаза Вы Все Это Проглатываете Более того Вы Все Проповедуете Еще Мне Им Так Пишут Ты Ничего Не Понимаешь В Историю Церкви Да Я Должен Все Это Зло Принять Только Потому Что Все Это Приняли Иисус Сказал Основная Масса Баранов Она Идет В другую Сторону Я Не Такой Да И вообще Я не Овца Всем Говорил Я Псина Христова Так Что Вы Не К тому Обращаетесь Не Ко Мне Это Ваши Пастыри Пусть Вас Куда Ни Ведут Я Так Понимаю Ведут Они Вас На Бойню Потому Что По Той Жизни Как Вы Живете Это Мне Там Картинку Сбросили А Я Уже Видел Такой Ролик Я Хотел На 5 Минут Поп Один Сидит Осуждает Вегетарианцев Веганцев Что Они Безумные Люди Что Ну Он Несколько Тоже Набрал Этих Типа Ну Так Скажем Мысли Да И Тип Что Ну Веганцы Ну Это Видимо Конечно Понятно Не Такие Как Я Зачастую Это Люди Не Христиане Те Самые Веганцы Это Редкость Да Это Не Редкость Вы Покажите Мне Кроме Меня Проповедника Чтобы Он Был Веганцем И Христианином Вы Так Я думаю Не Найдете На Ютубе Естественно Проповедника Вегетарианства Вряд ли Ну Вы Нашли Так Как Я Вряд ли Вы Найдете Чтобы Он Начал С Веганцем Христианином Стал Или Как Это Ну Вы Поняли Просто У меня Тоже Практически Одновременно Было Но Суть Не Важна Вот И Поэтому Они В Монологи Вот Эти Записи Веганцы Пытаются Там Что-то И Для Христиан Ответить Приводят Им Разные Места Но У них Это Тяжеловато Получается Что Тут Говорить Это Я Тоже Им Как Раз Не Минус Им Большой Плюс Что Они Хотя Бо Пытаются Потому Что У меня Тоже Ничего Не Получается То Что Людей Сердца Каменные Их Можно Ток Кувалды Раздолбить Но Бог Не Повелел Сказал Ледышку Отогревать Любовью Долбить Мы Не Имеем Права В плане Физическом Каком То Еще Что То Можем Только Как Вода Капля Камень Точит На Мазки Приседать И Вот Я Услушал Меня Конечно Чуть Не Стошнило От Этой Блевотины Да Типа Монахини Из-за Этого Слушай Да Если Он Не Ест Не Пьет И Может Хоть С Голода Померить Павел Писал Если Он Тело Своё Даст На Растерзание Любви Не Имеет Да Вегетарианство Я сам Вначале У меня Первый ролик Я специально Их не удаляю Я говорю Хотя Я еще От православия Не до конца Отвалился От практики Первый ролик В моем Плейлисте Пост И то Я не Разделяю Это Слово Я Слово Его На Ветхий Завет На Первую Главу Где Он Говорит Что Бог Повелев Однажды Есть То Что Растет Говорит Не Повелевал Тебе Никого Не Убивать И Хочешь Быть Святым Делай Так Это Любовь От Того Что Ты Просто Не Ешь Не Пьешь Можешь Хоть И С Голоду Помереть Это Ничего Ты Рад Чего Павел Говорит Тело Отдашь Сво На Сожжение Веру Будешь Иметь Гор И Переставлять Говорит Если Все Это Не Ради Подвига Любви Ты Не Учишься Потому Что Ты Любишь Ты Дела Любви Реальные Творишь Это Отдал Это Этому Человеку Сдел Тому Помог Вера Исцелила Этого Молящего Да Вот Ты Дела Любви Творишь Ты Учишься Любить Возрастаешь В любви Да Тогда Польза Есть И Этот Поп Несет Ахинею Что Да Монахи Не Ради Этого Тогда Горе Ваше Монах Выкиньте Все Свои Свяцы И Таким Как Я Здравым Людям Тогда Вообще Ваша Лживая Организация Не Нужна И Даром В чем У вас Святость В чем В чем У вас Святость Если Вас Любви Нет Ни В чем В том Что Вы В этих Облачениях Я говорю Лбом Целыми Днями О пол Бьетесь Все Все Вся Ваша Праведность Праведность Книжников И фарисеев Все Она Их Не Превосходит Вы Обычные Праведники По Вашим Законам Культа Все Потому что У Бога Одна Заповедь Любви И Если Ваши Монахи А я Уверен Что Первые Хотя До Третьего Века Именно Поэтому Стали Разделяться Потому что Христианство Полностью Умерло В четвертом Веке Когда Стало Государственной Имперской Религией Монахи Стали Отделяться Это еще Те христиане Которые Видимо Оставались В истине А основная Масса Повалилась Убивать Грабить Кто знает Как Объединение Византии Получилось Это два Брата Которые Резали Друг Друга Якобы Еще Одному Иисус Явился Еще Крест На счетах Все думают Что крестовые походы Это с Рима Были На Византию Там 9-14 век Сколько их там было Всего-то Одному Богу Те известно Да нет Родные Первый крестовый поход Был Кого Узнайте Внука Царя Константина Феодосия Это он Пошел На своего Брата В Италию Их было Четверо Потом Они С тех Сгнобили Двое Осталось И этот Побеждает И получается Уже Не римская Римская империя Падает Вот таким Вот образом Становится У нас Новая империя Византийская Вы узнаете Все это Это христианство Да Какая прелесть Убивай животных Убивай людей Кто был В этой армии Да обычные Садисты Разве Будет Человек Другого Убивать Ради чего Они за свою Родину Воевали Нет Одни на других Перли Просто дуром Ради похоти Слава Власть Славе Богатство Все Одни других Убивают Потом Это Объединяются Предки Зачем Умирали Вообще Непонятно Ребят В Чечне Вот у нас Мерли В России 20 Год Сколько Ну пусть Пятнадцать Пусть 25 лет назад 95 Возьмем Вторая Чеченская Как раз Самая Жуткая Сейчас Все хорошо Миллионы Долларов Туда Вкачали Вместе Братья Друзья За что Умирали Ребята Вот эти Которые Там Ну я не попал Я в 99 Токшколу Закончил Как раз Чеченская Закончилась Мне 16 лет Был А так бы попал Брали призывников 18 летних Ребят Померло По моему Около 10 тысяч Срочников Нет Срочников Я боюсь Цифры назвать Огромная цифра Но я могу Потому что Это локальная Война Я могу Сдуру Конечно Преувеличить Но это Цифры огромные Для России Со всей России Новобранцы Ребята Обычные Срочники В Чечню Прямо Пароходами Автобусами И поездами Ради чего Они умирали Непонятно Непонятно Вообще Воевали Это с Чечней Надо же понять Если это были Какие-то Ваххабиты Этого народа Чеченского Так пусть бы Они сами Там разбирались Нет Они именно Сами Как говорят Взбунтовались Почему мы Тут при чем Короче Это дурдом Такой Все там Понятно Из-за чего Там было Из-за нефти Все как обычно Но Все гибли Я бы вот поехал Я бы никогда не поехал Как вот Родину защищать Какая Родина Где она Родина Сегодня тут Отрезали Завтра Чуть там Мне показали Родину И каждый раз Родин отменяется Почему-то Я всем показывал Родину для царя Давида Он вчера Филистимлин резал И Голиафа побеждал Через пару лет Он уже на стороне Филистимлин Своих же братьев режет Вот вам вся Родина Родина Где моя попе тепло Так оказалось Зато все насуется Там с Давидом Я думаю Что тот Кто у меня впервые Слышан Я в шоке А вы почитайте У меня на канале Теперь все есть Вы не хотели Это никогда читать Или вам так читали Все профи Я говорю Покажите мне Хоть одного Проповедника В интернете У кого на канале Вся Библия Зачитана С комментариями Это не просто понты Я все время кидаю Потому что Когда человек Читает Последовательно Эти писания Ему придется Объяснять Что там написано А там такое написано Тебе придется Либо веру потереть Либо От многих Своих ложных Убеждений Отказаться Что это Слово Божье Что это Бог такой Нехороший Иначе Ты потеряешь Всякую веру Если в тебе Есть хоть что-то Светлое Еще Стремящееся К самому Светлому К самому Истину Что есть Настоящий Бог Прочитав Библию Ты просто Потеряешь Всякую Веру Поэтому Я не читаю Потому что То что там Написано Никто Не хочет Знать У меня Все Прочитано И все Объяснено Я и говорю Это человеческое Оставьте Это им И это Плохо Несмотря на то Что даже В Библии Хотя это Сборник книг Всего Исторических Написано Что это Хорошо Это Ложь Это Плохо И вы Каждый Из вас Кто Стремится К познанию Истины Алчат и Жаждет Правды Знает Поэтому Если хотите Очистить Своё сердце Поступайте Потому как Вы знаете А не потому Как вам Написали Ложь Чего Непонятного Все Понятно Вот так Вот Так Что-то Я Затягиваю Уже Сколько У нас Сейчас 15 Здравствуйте Дмитрий Смотрю У вас С самого Первого Выпуска Справедливости Ради Хочу Замечить Что Очень Многие Православные Священники Публично И официально Говорят На этот К ролику Крещения О том Что Имеет Действительный Смысл В этот День Это Далеко Не ныряние В прорубь Традиции Есть Но У меня В Белоруссии Например В Бресте Священники Принципиально Отказались Освещать Воду Любви Понимания Удивительно Что На канале Есть Люди Которые Смотрят Меня С первого Выпуска И мы Не знакомы До сих Пор Ну Я ответил Ну Хорошо Если Говорят Ну Что Это Вы Знаете Меня Вот Это Все Напоминает Людей Которых Я Не знаю Как Помягче Выразиться Я Чет Не Могу Известные Такой Более Простой Поговорки Найти Но Эти Люди Они Пытаются Склеить То Что Сами Раздал Более Ну Знаете Какую Картинку Где Ты Тут Ломаешь Тут Же Струй Ну Это Все Их Не Ну Видел Я Ну Что Ну Один Священник Или Парочку Начинает Там Говорить О Крещении Что Это Мудрое Что Это Должно В Здравом Возрасте Ну Это Один Или Двайт Понимает Общая Какая Система Крестить Младенцев Они Все Взяли Из Ветхого Завета Все Абсолютно Все По Образу Авраама И Кунают И Кунают Все Мы Народ Божий Это Чистый Воды Ветхий Завет Православие Всем Говорит И не Христианство Оно Ничего Не Имеет Общего С Христианством Кроме Имени Иисус Христа Кроме Его Рис Одежд Которые Не Рвут Делят Натягивают На Себя Ну Она Им Не Идет Эта Одежда Она Не Поним Сшита Просто Вот И Все Поэтому Что Там Ну Говорит Один И Что Он Это Говорит А Остальное Хинею Какую Несет Этот Батюшка Ну Вот Он Не Стало Крещать В Пруде Для Алкашей Ну Молодец Ну Это Знаете Такая Заслуга Ну Там Есть Индивидумы Которые Кто-то С чем-то В этих Сектах Не Согласен Вот Ну Во-первых Они Порой С такими Мелкими Вещами Не Согласны Что Это Общая Суть И Не Меняет Да Потому Что Общий Поток Общая Река Как Волга Видели Какие Кто Знает Большие Реки Она Как Несется И Несется Вот И Ну И Что Ну Он Кричит Там Капелька Не Туда С Бережку Выпало Это Ничего Не Даст Православие Обычное Язычество В Плохом Смысле Все Что Плохое Можно Взять И И Иудаизм Вот Это И есть Там Они Всю Гремучую Смесь В себя Впитали Только Как Вообще Можно Было Придумать Поэтому Что Это Так Григорий Филенко Скромности Тебе Не Хватает Конечно Я Спрашиваю Григория В каких Конкретных Дели Я Нескромен В каком Конкретных Делах Я Нескромен Что Не Так Хочу Понять Спасибо Я Напишу Он Мне Пишет Ну Хотя Бы То Что Полу Лежа Вот Как Я Сейчас Пространно Возвещаешь И Пространно Рассуждать О Христе И В Начале Ролика Было Что То Пренебрежительное К Людям Их Прошлого Так Я Увидел Ну Во-первых По Поводу Сейчас Я Свой Комментарий Открою Ну Давайте Прочитаю Сначала У Меня Ну Я В Евангелии Читал Что Иисус Возлежал В каждом Доме Куда Его Приглашали И возлежащим И возлежал И учил Истине Разве Нет И говорил Что Всегда И во Всем Подавал В себе Пример Как Нам Жить И учить По Его Примеру У У Меня Есть Разные Видео Где Я За столом Читаю Писание И во Дворе Дома И на горах И у речках И у моря Да Можно добавить Я написал Да где Я только Не был И возлежа На диване Со своими Друзьями Иисус Был Разным И то Что Вы Вложили В ваше Понятие Скромности Не значит Что Он Объективно Является Истинным Для всех Ну И он Больше Ничего Не Ответил Что Хочу Сказать По Поводу Во Первых Вот Возлежание Вот Им У меня Разные Проповедь Я И за Столом Сижу Я И гуляю Вот И на диване Придумал В деревне Было И буду Еще Если На свежем Воздухе Там Сижу И по поводу То Что Я даже Развалился Вы знаете Я говорю Вот Когда Мы Это Поймем Вот Посмотрите Мои ролики По телу Христова Там 30 роликов Уж Наверное Записал Там Я Все Показывал Во Что Превратили Те Самые Католики Православные Протестанты Это Прощальный Ужин Обычный Ужин Ведь Там Возлежали Все Как раз Это Вы Все Превратили Не то Я Вот Сейчас С вами Я Надеюсь Что И вы Себя Хорошо Чувствуете Может Вы Чем То Занимаетесь Вам Удобно Может Вы Возлежите Вот Может В машине Сидите Может Вы Таксуете Я Не знаю А Может Вы Тоже Отдыхаете В этот Момент А Что Плохого Вы Знаете Вот Это Ваша Я Не Лично К Автору Комментарию Я Не знаю Тут Даже Непонятно Православную Нет Григорий Филенко Но Я Вам Сразу Говорю Вот Этот Бред Читай Евангелия Стоя Перед Святыми Иконами По Две По Три Главы Это Не Ко Да Это Иисус Который Возлежал Как Я И Написал В ответе Григорию Возлежал Со Своими Учениками В Простоте Сердца Все Кто Меня Слушают В принципе Заочно Особенно Даже Если Я Вас Не Знаю Тем Более Все Вы Мои Друзья Я Всех Людей Люблю Я Считаю Что И то Только Не Ладно Тыкать Что Я Вам Иногда Не Лежу Туфли Или Еще Что То Вот Или Даже Блокирую Я Люблю Вас Любовью Иисуса Если Вы Мне Враги На Данный Момент То Я Что Вам Делаю Я Не Мщу Вам Я Вас Не Позорю Не Делаю Зла Вам Надо Будет Я Даже Помогу Чем Могу Если Будет Решаться Вопрос Вашей Жизни Или Здоровья Вот Чему Учил Иисус Иисус Не Учил У Врагов Туфли Целовать Иисус Не Учил Всю Вашу Ахинею Слушать Целыми Днями Он Убегал Я Точно Так Ж Убегаю Блокирую Вас Он Удалялся От Тех Кто Хотел Его Убить Кто Хотел Побить Его Камнями Кто Поносил Кто Говорил Ему Иди Иди Отсюда Не Нужен Нам Ты Помните Когда Он Выгнал Там Бесновато Я Делаю Тоже Сам Не Нужен Я Вам Что Я Буду Целыми Днями Слушать Ваш Поношение Помой На Меня Выливаем А Все Кто Меня Слушает Все Мои Друзья Я С Вами Возлежу Точно Так Как Иисус Возлежал Причем Он Возлежал Далеко Не Только Со Своими Учениками Как Я Написал В Комментарии Вы Помните Везде Написано Его Пригласили Фарисей Книжник Вы Помните Там Да И Он Возлежал В В Которые Сложности Пожалуйста Идите Ваш Храм Стойте По Четыре Часа У Меня Вот Моя Служба Вот Я Вам Служу Я Стараюсь Донести Людям Истину Я Надеюсь Я Воспитаю Хлебом Жизни Вином Радости Да Вот Мы Вместе Возлежим Мне Не 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 Так Стоять Перед Камерой Когда Мои Ролики Слушайте Вот Как Валера Писал Там Да Кто Мне Панигири Кипел Так Вы Слышите Слово Божье Все Что Перед Моими Роликами Стояли Как Перед Иконами Слушали Внимательно Не Вздумайте Присесть Не Вздумайте С ноги На Ногу Перемяться Как В Православном Храме С Понихшими Головами И Думайте О Своих Грехах Вот Смешно Вот Смотрите Вот Это Вот Смешно А Как Заходит Дело До Каких То Деревяшек До Какой То Иллюзии Это Же Реальность И Вам Это Кажется Глупым А Когда Доходит Речь До Деревяшек И Когда Я Читаю Любимое Евангелие Когда Мы Общаемся С Друзьями В Реальной Жизни С Почему-то Это Кажется Смешным Да Что Я Так Веду А Когда Доходит Речь До Какого А Вы Будете С Иисусом В Царстве Небесном Тоже Стоять С Поникшими Головами И Вот На Этих Службах Вы Поймите Вы Здесь В Жизни Делаете То Что В Вечности Будет Каждый День И за Дня В Вечно То Вы Будете Вечно Стоять Иисус Будет В Алтаре Вы Будете За Алтарем Иногда Вам Царские Двери Щелочка Будет Прекрываться До Святых Небесного Царства И Будет Подглядывать Иисус Вам Будет Крошки Хлеба Со Стола Бросать И Вот Так Вино Разбрызгать Будете В рот Ловить Это Так Что Ли Будет Сейчас Меня Кощунником Обзовут Так Это Так И Есть Это Ваше Небесное Царство Вот Куда Вы Ходите Это Не Мое Небесное Царство Я Мечтаю Конечно Ж Видеться С Братьями Сестрами Настоящими Которые Вот В простоте Умеют Жить Веселиться Радоваться Жизни Несмотря На Все Скорби Поддерживать Друг Друга Когда Плохо Радоваться Когда Все Хорошо Я Тогда Те Ролики Про Хлеб И Вино Записывал Жизни Радость Хлеб И Вино Все Вместе Радоваться С радующимся Она Слова Апостол Павла Один из роликов Записал Многих Он Кстати Пронизал Самые Сердца Радоваться С радующимся И плакать С плачущим Вот Она Вот Она Причастие То Особенно Там Не было Других Уже Людей Непосторонних Ничего С учениками Вы Любите Вспоминать Кто Тайный Вечер Называет Я Терпеть Не Могу Это Для Вас Вы Тайной Потому Называете Для Вас Это Тайна Для Меня Это Прощальный Ужин Это Для Вас Тайна Вы Чак Ничего Не Поймете Никогда Для Меня Это Прощальный Ужин Иисус Своими Учениками Я Понимаю О чем Иисус Говорит Я Все Понимаю Теперь Для Вас До Сих Пор Вы На Тайную Вечер А как Я С этими Друзьями Должен Говорит Я Со Всеми Я На Улице Спокойно Да Представляете Я могу Сидеть Нога На Ногу Я Могу Развалиться В Кресле Я Могу По Разному Общаться Вы Передо Мною Можете Сидеть Как Угодно Лишь Было Комфортно Удобно Если Я Вас Люблю Я хочу Чтобы Вы Были Счастливы Счастье Не Может Быть Без Радости А радость Откуда Если Я Кайф Не Испытываю Если Я Тебя Посадил Как Вкопанного На Деревянный Стул Говорю Сиди Трица Слушать Я Сейчас Проповедовать Буду Ну Че Это Такое Ну Что Это Такое Иисус Послужил Да Ты Приди Ко Мне Я Тебя Чайку Кофейку Давай Да Поедим Об Истине Поговорим Давай Наворачивать Будем Брюхо Набивать Доброй Пищей Овощами Фруктами Но Если Там Женщины Умеют По разным Я Не Люблю Готовить Там Из Веганства Там Столько Блюд Там И торты Есть Че Только Нет Это Вы Семейные Люди Пожалуйста Я Бо Сам С удовольствием По Таким Домам Ходил И Меня Обвиняли Как Иисуса В том Что Я Хожу Пьяница Обжор Да Как Было Здорово Если Мы Жили Все На Одной Улице И Не Было У нас Никакого Храма Мы Сегодня Одного Завтра Другого Кто Позвал Тот Хорошо Кого Решили Собраться Созвонились Что Ты Ко Мне Или Я К Теб Приду Все А Как Я Должна Говорить Слушайте Когда Ты Приходишь В Это Состояние Ты Даже О Кресте Вот Именно О Жизни О Смерти Иисуса Ты Уже Говоришь Такой Любовью Да Я Говорить Буду Везде И Всегда Вы Знаете Я О Боге Думаю Простите Даже На Туалете Вам Кажется Странным Нет А Для Меня Нет Я Везде О Нем Думаю Я Человек Бог Меня Создал И Более Того Я Как И Все Я Конечно Я Пытался Жить По Фарисейски Бог Правда Мне Явно Открылся И С Того Дня Всегда Был Со Мной Я Его Присутствие Всегда Чувствую Я Когда Практиковал Этот Бред Я Понимал Господи Ты Всегда Со Мной Я Не Могу Жить Двойной Тройной Жизнью В Туалете Я Один В В Кровати Я Третий С Этим Человеком Я Один Я Всегда Одинаковый Стараюсь Быть Я Не Мерю Людей По Лицам Я Не Угождаю Высоким Или Низким Мне Без Разницы Я Всем Тычу 18 Билет Или 30 У меня Ногда По Привычке Почему То Некоторым Людям Тоже Вы Такое Бывает В Переписке Но Это От Этих Людей Зависит Я Чувствую Холодность И Он Действительно Пожилой Я Могу Только У меня Тепло Он Тебе Как Кровесник Становится Т Автоматически Вылетает И Той Потому Что Нас Так Приучили Вот Так Какое У вас Небесное Царство У меня Вот Она Простота Вот Мой Диван Если Вы Сейчас Ко Мне Пришли Вы Развалились Мы Сейчас Что Ни Пили Ели Общались Что Смотрели Что Почитали Если Смотрели А мы Вот Так Будем Сидеть Как В школе На Партах Или Как Мы Это Будем Делать Расскажите Мне Я Так Делать Не Буду Я Буду Таким Какой Есть Я Говорю Я Ничего Не Стесняюсь Тело Стесняются Оденутся Там Вообще Слушайте Я Летом Всю Жизнь С Детства В Родительском Доме И Когда Я Даже Вы Представьте Я Все В Трусах Ходил Всю Жизнь И Все Мои Друзья Так Ходили У У У У Я Не Знаю Где Вы Живете Я Живу В Центральной России У У У С Май По С С С 20 До Плюс 40 Может Доходить Я Всю Жизнь Хожу В Трусах По Дому На Улице В Шортах Всю Жизнь Я Ходил Даже По Улице Порой Вообще Без Майки Когда Был Молодым И Красивым Вот Ездил На Машинах На Мотоциклах Все Это Было Естественно Да А что Изменилось Бог Разве Пропадает Когда Это У вас Бог Где-то В Храме А у Меня Он Везде Я Понимаю Что Я должен Либо Так Делать Либо Не Делать Вообще Никогда А Чего Мне Стесняться Но Опять Есть Тут Какой Предел У Каждого У У У У Без Трусов Я Гулять Не Буду У У У У У У Кого Может Без Трусов Ходит Да Пусть Ходит Где Там Хочет Посмотрите На Индию Там Есть Йоги Которые Уходят И Они Вообще Без Всего Ходят Прямо По Городам Тоже И Никто Их Не Осуждает Наоборот Считается Круто Да Он Решил Отказаться От Всего Грех Это Он Никому Зла Не Причиняет Боли Кстати И Там Дети Вырастают Нормальные Представьте Себе Потому Что Их Воспитывают Это Йог Человек Ходит Голый Потому Что От Все Отказался Там Таких Полно Они Живут Под Кустами Там У Жарко Прод Круглый Год Голыми Вообще Голыми Посмотрите И ходят По Городам Там Приходят Или Попросить Чуть На Еду Там Ну Типа Монахов Тех Самых Они Так И Называются Вот И То Это У Каждого Свой Предел Пожалуйста Я Других Не Осуждаю Просто Если Мне Будет С Я Иногда На Эти Вещи Вам Говорил Тоже Свои Мысли Высказывал Но Она И В Этой Жизни Вы Знаете На Вкус И Цвет Фломастер Разный Вот Хоть Ты Тресни Почему Вы На Такими Вещами Не Рассуждаете Я Вот Рассуждаю Я Понимаю Что То Что Ему Нравится И Не Нравится Я Не Могу Скажет Грех Грех Когда Когда Ты Кому Боль Причиняешь Или Получаешь Удовольствие За счет Чьего Скорбей Страданий Или Прямо Кайфуешь От Этих Страданий Причиняя Боль Человек Прямую Своими Руками А В этом В чем Грех В том Что Я Лежу На Диване Или Я Должен Лежать На Диване Когда Я Включаю Ролик Я Сел В Галстучки На Деревянно На Табуретку Голой Стене Я По-разному Жил Я Жил Вообще В сараях Я Когда Подвязался Я Жил На Голой Земле Практически Я Жил Без Света Без Отопления В Ноль Градусов Я Разное Попробовал Ничего Мне Это Не Дало И Здесь Я Живу Небогато Я В полусидячем Как Хотите Состояние Полулежачее Как Угодно Назовите Ну Вот А Где Мне Быть И Что Тут Плохого Я Просто Понять Не Могу Если Вы Ко Мне Домой Пришли Я Б Вам Все Условия Создал Буканин Ложись Отдыхай Я Тебя Сейчас Попарю Я Шучу Это Другое Друзья Приходят Да Ты Вдруг Приходишь У нас Дести Развалились Мы Почему Идем К Другу Потому Мне С Так Хоп Ручки И стою И мы Да 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 Поговорили Так Смиренно Тихим Голосом Не Повышая Не Понижая Все Ровненько Как песнопения Должны Быть Без Эмоционально Вот Эт Параслав У меня Вообще Меня Я Помню Что Куда Не Коснись Никаких Эмоций Никаких Чувств Все Ты Головешка У Тебя Ни Желаний Ничего Не Должно Это Какой Бред Вообще Я Говорю Это Если Вы Через Свою Жизнь Это Пропустите Если Вы Спроецируете Это На Будущее Вот Какого Вы Вы Так Хотели Бы Вечную Жизнь Или Вы Как Одно Дело Пострадать Ты Всего Лишь Маленькую Жизнь Страдаешь Бог Тебя Потом Разделит Когда Ни Он Тебя От грешников Отделит Еще Как Господь Сказал Веселиться Слушай Ну а Вот Зачем Ему Это В Этой Жизни Чтоб Ты Стоял В Этой В Этой Капище Ну Вот Что Оно Тебе Даст Ну Ты Чему Научишься Через Эти Четыре Часа Вот Этому Ровному Пению Ну Почему Если Она Может Тебе Нравится Может Кому То Она Не Нравится Ну Что Ты На Терпению Да И Нигде Иисус Этому Не Учил Что Вот Этот Терпеть Все Внешне Какие-то Культы Какие-то Дела Ну Где Он Этому Учил Он Учил Терпеть Гонение Поношение За Добро А Просто Так Придумать Себе Как Потом И Придумали Эти Католики Терзать Себе Это Терпеть Или Еще Что Терпеть Зачем Да Тебе Не Хочется А ты Терпишь И Ерундой Занимаешься Воскресный День Свой Единственный Выходной В неделю Ты идешь И там Смиренно Стоишь Понимаешь Что тебе Вообще Тебе хочется С семьей С друзьями Побыть К родителям Можешь Съездить По-настоящему Причаститься С человеком Соединиться Через Любовь Ему Оказанную И он Тебе Где Иисус Этому Учил Терпеть Я такого Евангелия Не читал Я видел Что он Возлежал Со всеми Вот я С вами Тоже Возлежу Поэтому Меня пробуют Дети Такие Более Душевные Как видите За стол Я сажусь А так Хоп Очки К носу Пока Без очков Доделай Северного Профессора Ну Так По-разному А что Здесь Пока Зима Не погуляешь Нигде Так что Тут Я Немножко Если Это Претензия Я ее Суть И Не понимаю Не пойму Я что За такая Любовь Когда мы Друг друга Тыкаем Неизвестно За что Мы почему-то Навязываем Друг другу Радость Какую-то Непонятно Для меня Вот радость Я Да Я Приятное С полезным Совмещаю Смотрите Могу Записывать И сам Отдыхаю Пока Сажусь Потом За это Кресло Там С текстами Работаю Пока Вот Я Кстати Это Первая Запись Которую Я делаю На диване Ответ На вопросы Это Канал Тип Пропать Я всегда Так хотел Но у меня Не было Монитора Я тут Ничего Не видел Сейчас Вот я Тут Все Это Кто Мне Помог Всем Благодарю Крюкоит Купил Этот Мониторчик Этот Дешевый Маленький Сюда И теперь Я могу На диване Чтоб Форматы Отличались Там Библию Читаем Там Одни Ответ На вопрос А здесь У меня Такой Диванный Формат Был Огородно Нагорный Теперь Возлежащий Со Своими Учениками Видите Как Хорошо Что-то Новенькое Что-то Интересненькое Может Мне Еще До Стал Лет Проповедовать Будет Одна Этаж Картинка Хоть Разнообразил Вет Сейчас Весной В деревню Поеду Там Продавние Те же Виды Вы Их Уже Видели Может И там Что-нибудь Сменю Что Тут Плохого Где Я должен На гвозде Как Йох Сидеть Что-ли Или Чего А вот Это Ваше Благоговение Перед Богом Такое Липовое Надувное Я Его Не Предстою Бог Это Простота Посмотрите Когда-нибудь На Иисуса В Евангелии Я Уж Молчу Про То Что Толкали Как Говорится Как Петр Когда Иисус Искал Ту Женщину Которая Исцелилась И Вопрошал Кто Это Петр Толкает Толпа Там Идет Посмотрите На Настоящего Бога Посмотрите На Бога Который Снял С себя Верхнюю Одежду И Умыл Ноги Ученикам Но Там Другая Мысль Очень Похожая Была Конечно Он их Смирение Учил Когда-нибудь Насались До последних Дней Его Жизни До ареста Кто Из них Выше Но Понятно Что Он И с ними Просто Так Общался Что Такой Возлежал Иоанн У груди Да Вы посмотрите У меня Где-то Фотка Была Старая Мы С ребятами Ездили Жалко У меня И все Это Не Сохранилось Хотя Мне Рассказывали Ребята У кого-то Мы Собирались Тут Недавно Что Эти Фотки У кого-то Есть И Мы Там На Велик Гоняли Мы Такие Молодые Еще Нам По-моему Лет По Тринадцать И Мы Там У костра Вот Так Валялись Мы На Велик Ездили Ну Мы Все Городские В принципе До речки Доезжали На Велике И Мы Лежали И Я Помню Мы Прям У Костр Мы Потом Фотки Такие Понаделали Ну Фотки Не У Костр Мы Рядышком Ложились Такие Ну Полупостановочные А я Помню Как мы Лежали Такие Друзья Все Я Помню Как мы Лежали Друг У Друг Как Это Даже Вот Так Знаешь Особенно С кем Ты Получше Поближе Дружишь Мы Прям Ляжем Там Как Тогда Было Так Я Почему Запомнил Этот Момент Особенно У меня Был Там Ну Сейчас Мы Не Пригубляли На этих Великах Туда Ездили По-моему В тот Раз Не Знаю Ну И Что-то Брали С собой Мы Там Обычно Костер Разводили Не Обязательно Там Мясо Мы Могли Даже Вот Кстати Овощи Мясо Какое Там В Дороге Дети Где Мы Возьмем Мы Обычно Что-нибудь Кто-нибудь Из Дома Там Особенно Ребята Которые Частные Дома Там Картошку Чего-нибудь У родителей Наберут В погребах Чего-нибудь Лишь бы Посидеть Пожрать Вот Так Вот Было И Помню Как Мы Возлежали Вот Так Иоанн Возлежал У Иисуса Вот Так Все Белями Лежали Вокруг Этого Иоанн Был Молодой Во-первых Иисус Был Взрослый У меня Были Ребята Которые Мне В дети Годятся В общении Я помню У них Всегда К Тебе Такое Отношение Как Старшим Я помню Как Мы К Старшим Ребятам Относились Да И От Него Ласка Там Или Какая-то Внимание Всегда Ты Он Меня Там Особенно Среди Своих Сверстников Вот Вот Так Иоанн Возможно 16-летний Юнец Возлежал На груди У Иисуса Так Что Не Понимаю Я Вот Это Мне Не Понять Всего Вот Этого Какого-то Фарисейства Какой-то Вот Этой Официальности Пафоса Я Простой И считаю Что Любовь И счастье Оно В простоте Надежда Спасибо Дима Ты Внес В мою Душу Ясность И Понимание И Обнимает Ему Лучик Света Ну Рад Если Вам Все Это Раскрывается Галя Спасибо Спасибо Так Валера Пишет Правда Как В детском Саду Ел Иисус Христос Мясо Или Нет Есть Жизнь На Марсе Или Нет Когда Он Был В послушанию Родителей До Определенного Возраста Предполагаю Ел Все Что Ему Давали И Тем Более На Празднике Как Было Потом Предполагаю Он Стал Веганом Потому Что Он Бог Какая Разница Что Было Тогда Никак Каких Артефактов Не Сохранилось Доказывать На Основании Писания Это Гадание На Кофейной Гуще Которое Отвлекает От Главного Для Нас Важно Наше Бытие Здесь И Сейчас Если Я Хочу Возрастать Духовно Быть Более Зрелым Во Христе Иисусе Святой Досвещается То Естественно Должен Стать На Пути Веганства Ибо Всю Оставшуюся Жизнь Чем Здесь И Сейчас Убитая Экология Мертвая Пища Но Это Наилучшие Условия Стать Богами Уподобиться Образу И Подобию Бога Который Пришел В Человеческом Теле Евреи Не Смогли А Мы Ну Да Я пишу Живущие По Плоти Лишь О Плоти Помышляют Но Будем Стараться Ну Я С Валерой Не Совсем Согласен На самом деле С Валерой По скайпу Иногда Созваниваемся Я Говорю Вы Знаете Это Вот Как Ну Валера Вот Эту Ступень Перешагнул Вот Именно Он Сейчас Спокойно Так Рассуждает О том Что Мало Лишь Что Написано В Писании Вы Знаете Какой Это Великий Шаг Сделать Что Признаться Себе Что Все Так Библи Это Не Слово Божье Особенно Когда Люди Этим Так Как Я С Разными Людьми Общаюсь Могу На Кого Не Ту Информацию Перенести Да Вот Но Это Насколько Это Надо Прозреть Чтобы Понять Что Библия Это Писание Человеческие До Нас Дошедшие Через Эти Гремучие Секты Которые Людей Не Щадили Сжигали На Кострах Как Вы Думаете Для Них Многого Стоило Рука Дрогнуть Переписать Или В Писании Менять Слова Когда Все Писания Рукой Монахами Переписывались Подвластными Своей Секте Ну Как Вы Думаете Они Людей Сжигали На Кострах Ну Что Для Них Бумажку Измарать Ну Подумайте Над этим Две Тысячи Лет Прошло Вот Поэтому Тут Просто Априори Надо Да Принять Что Писание Это Это Лож Вот В смысле Что Иисус Конечно До Своего Совершеннолетия Питался Чем Чем Кормили Родителей Тут Я Согласен По опыту Своей Жизни Да Такое Могло Быть Естественно Хотя Его Могло Вырвать С первого Пускай И мама Могла Его Больше Так Не Кормить Всякое Могло Быть Да Вот По Поводу Детского Сада Тоже Немножко Не Согласен Это Не Детский Сад Да Убивать Животных Это Ад Вот Поэтому Тут Вот Вторая Мысль Валера Правиль Сказал Из грязи В князи Вот Из этой Грязи Из этой Блевотины Надо Подниматься Вот Если Вышел Никогда На нее Не Возвращаться Вот Неважно Чем Тебя Будут Пугать Люди Лебесы Болячками Болеют Все Вы Сходите В больницу Вы найдете Хоть Иного Вегана А вы Задумайтесь Почему Может Потому что Веганы Процветки Они Реже Ходить Начинают Они Понимают Что Будем Лечиться Или Сам Выздоровеешь Это У людей Мировоззрение Меняется И по поводу Экологии С Валером Мы на эту тему Общались Я помню Нашу Последнюю Беседу У меня Свою Я Как бы Не навязываю С одной Стороны Такую Точку Зрения Но Вы знаете Я Не Заморачиваюсь Потому что Те кто На другой стороне Пусть И начинают Вот им Я говорю Заморачиваться Здоровье Веганство Это не о здоровье Да Есть веганы Заморачиваться Здоровье И я бы Таких людей Не слушал Это мой совет Вам От сердца От любящего И от опыта Потому что Эти люди Зачастую Основываются Даже не на своих Исследованиях А на следованиях Порой Вот именно Грешников Я сейчас Уже для них Грешников Убивают Эти живот Даже если они Основываются На исследованиях Пусть Ганса Это мало что дают Наука Это бред Априори Бред просто Вот и все Действительно Господь говорил Такие слова Что если Яд то выпьем И то нам Если человек Богу угодно Не повредит Вот Я согласен Что нельзя Прям все исключать Понятно Нас действует Там окружающая среда Ну и загоняться Вы знаете Я просто сейчас тоже Я же много слушаю Все равно параллельно Кое что Подслушаю Подсматриваю Так скажем Посматрив Подсматрив Как хотите И конечно Я вижу Этих веганцев Отваливающихся Чего то Куда то Переходящих И они вот тоже У них У них такая каша В голове Я посмотрел У многих Вот именно Потому что они Основываются На этих Нечать данных Чего то Друг друга Слушают Один другой Личным своим опытом Действительно делится А он только сегодня Личный На 10 лет На 15 На 1 год Такие фундаменты Как у христианства По крайней мере У той истины Которую я вам проповедую Любовь, свобода и бессмертие У нее твердый фундамент Что Бог Это все во всем Что все это Это его лишь Мысли Я верю Что человек может Одним помидором И одним яблоком питаться Реально Как говорят Помидор царь Овощей И яблоко царь И фруктов Я не верю Что мне в среднем Черноземье Я перестал покупать Вообще себе Раньше тоже Не загонялся И плюс еще Как-то ты думаешь Баловать разнообразие А я в последнее время Стал как раз Над этим вопросом Серьезно относиться Но я стал думать Опять не читая Какие-то статейки А думать Кто знает Есть такие предметы Как естество знания И вот именно Есть такое мировоззрение Тоже Как естественное Естественное житие Вот что растет Вокруг меня Вы думаете Бог меня сюда Поселил И послал Мою душу Чтобы я здесь родился И всю жизнь прожил Только для того Чтобы я бананы В 100 километрах В 1000 километрах Покупал Нет Все что вокруг Меня растет Пусть я даже Покупаю В магазине Не сам выращиваю Но это продукты Этой земли Причем Продукты Этой земли Здесь в основном И покупать Можно легко Да в магазинах Сейчас большой выбор Как раз можно выбрать И далекие Но всегда лежат И наши яблоки Причем не просто Отечественные Российские А именно вот мои Ну кому Просто я буду называть Сейчас какие-то местности Вам не знакомы Там богучар Семилуки Там да Пожалуйста Все это лежит В наших киосках В магазинах Да там В больших магазинах Сейчас есть Там жнать Все за деньги Там будут С Америки везти Только потому что Там бабло отстебали Отбашляли И все это лежит В магазинах Но Мелкий бизнес Тоже пока не умер И вроде как Его хоть и пытаются Уничтожить Но он не умирает Пожалуйста Во всех этих овощных Ларьках Их вон На каждом шагу У нас сейчас по 3 штуки Все это есть И все местное Такое же И пожалуйста Зачем я буду покупать банан Потому что мы потом Жалуемся на здоровье Еще на что-то А зачем мне этот банан Разве он мне нужен Я живу У меня солнце Нет Бананы растут там Где солнце Там другие люди Я стал жить Просто естественными Способами Вот такими вот мыслями Зачем мне все это Зачем мне есть больше Если у меня уже Начинает живот расти Я еще дозу снижаю И количество раз И качество раз Это же показатель Показатель Это лишняя пища Мне не надо столько Я это не выработал Она у меня отлагается И ем я видимо Какую-то грязь Если еще она отлагается Значит я ем не то И не столько Я всегда говорю Есть два причина Питание в двух Мы всегда направлениях Смотрим Что мы едим И сколько едим Тут же все проще простого Так что вот так вот Это все настолько просто Вы знаете И все Все что дальше Моего глаза Я говорю Я лично не лезу Потому что я уже Что только не слышал В этих передачах Я вот на сегодняшний день Но сейчас я Я уже полгода Кое-что экспериментирую И не хочу ничего Просто говорить И еще хочу полгода Поэкспериментировать Может через год Кое-что расскажу К чему я пришел Как жил Что экспериментировал Сейчас даже вообще Ничего говорить не буду Ну по этим признакам Которым я сказал Можете догадаться В каких направлениях Я экспериментирую Что и как Вот Ну принципы Где-то такие Но еще некоторые Но сегодня не о питании Ролик пора заканчить Уже два часа Не знаю Кто вообще слушает Так Надежда Спасибо Ольга Сердце откликается На истину Если это сердце Плачет и жаждет Истины Человек должен жить Так как говорит ему Его сердце Слова из этого ролика Спасибо Дима Сердце откликается Ну да Конечно вам приведут Эти слова Сердце лукавое Там да У кого ум помрачен Вы помните Ну Что ж тогда Иисус говорил Что алчущие Жаждущие правды Насытятся А дальше говорит Что они станут Если будут жить Чистыми сердцем Непонятно Тогда Так ладно Что-то я уже Кстати туплю Давайте Заканчивать Галя Спасибо Спасибо Вадим Оля Надежда Нынешнее православие Ну Комментарии идут В основном К ролику Сейчас Иисус истина Нынешнее православие Проповедует патриотизм Там давно забыли Иисуса Поделюсь Дима Очень интересного Человека тебе скину Доктора Философской наук Бывший атеист Мысли интересные Хорошие у него с девятой минуты Ну я посмотрел Двухчасовой ролик Ну Кто хочет Пожалуйста Смотрите Ну Что-то сказать И так Ну Были у меня мысли При просмотре определенные Но Уже и ролик длинный Не будем затягивать Да Я забываю Уже сердечки ставить Что-то я уже Умом Где-то уже не здесь Пора заканчивать Что-то у нас еще Интересненького Вику Так Сережа Опять про совесть У меня вообще Такое ощущение Что мы с вами Либо это читали Да Как всегда А ну все Вот пошли Мои сердечки Так Все У меня все Ваше время Не хочу занимать Куда и так Два часа Всем спасибо Всех Целую Обнимаю По-братски Всем желаю вам Всякого благо На следующей неделе Всего самого добренького Что все У вас было хорошо Так Давайте Наверное Секунду еще Давайте посмотрим Что за ролики Вам может интересно Так Вы уже посмотрели 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 У нас с вами Ну вот Выйдет Это 26 Через два дня 28 Анонс К плейлисту Веган Который я Где я собираю Не свои Я разделил Ну там все узнаете Ну это я Ролик Анонс К плейлисту Веган Сделал Не к своему Причем я разделил Свои ролики На те Которые я собирал С ютуба Вот на разные Интересные темы Можете Посмотреть И чтобы человек Который попадал На плейлист Мог сразу Познакомиться Ну помните Как я делал Своя жизнь Я сделал Я иногда Буду такие Вегетарианство Я даю Понятное Четкое определение Что это такое Что с него Надо начинать Обязательно Всем Это хотя бы Отказ От убийства Любой Живой Души Рыбы Птицы Курицы Неважно Млекопитающего Кого угодно Это От пищи Смерти Так ее называют На востоке Это правильно Я там даю Понятное Развернутое Определение Книги пророков Ролик выйдет Я его Добавил В этот В плейлист О пророках Я сделал На Библии Отдельный Плейлист Пророки Куда сейчас Все эти ролики Ну естественно Каждый Пророк Отдельный И общий Плейлист О пророках Ну и в Библии Там дубляжом Идет Ветхий Завет Целиком Где еще Отдельно Выделил пророков Там под роликом Будет комментарий Пожалуйста Посмотрите Можете и здесь Написать Но желательно Под тем роликом Я потом посмотрю Псалмы Притчи Что там у нас еще Экклезиаст Песнь песни Будут до начала июня Да Уже выложены Я уже почти завтра Если запишу Еще два У меня получится Я уже малых пророков Все запишу Выкладывая даже по два Там в основном Один-два Ну так как предисловие Там получается два видео В основном Они небольшие Малые пророки Загружать их Я вообще не знаю Полезно ли это На ютубах загружать Чуть ли не на август Там на сентябрь И как я обещал Хотя потом я менял свое мнение Потом я обратно его меняю Вы помните Как в этом В 12 Михалкова Этот Как его зовут Вы помните Который в городке Это играл Я меняю свое мнение Он там играет Этого Директора Телекомпании Ой я снова Какой я менял Просто Ну тут я действительно Я просто Это Как скажем Не грех Да не добродетель Я думаю Напишите под этим роликом Про пророков Когда послушаете Хотите ли вы И будете ли успевать Имеете ли возможность Желание смотреть пророков Потому что в принципе Их надо либо Я просто буду их собирать Сейчас пока писать На винчестер И потом Летом Начну их Дозагружать На ютуб Но если хотите Я посмотрел Мне не жалко И страницы Будут оформлены На сайте уже На них Они могут там В яндексе Ранжироваться Люди могут смотреть В ютубе Они могут попадать Естественно По запросам Я бы конечно Открыл этих пророков Но вы напишите мне Я посмотрю Сколько людей Из одного Человек я конечно Делать не буду Пророки тоже Там у меня Ну по часу Наверное все ролики В основном Ну предисловий Поменьше Нет Хотя там кстати От 30 минут До часу Ролики такие Будете ли их параллельно В принципе Два лишних ролика В неделю На библии Смотреть и слушать У кого есть желание Лепите лайк К тому ролику О пророках И напишите комментарий Что да Будете слушать Есть время Возможность Вот я хоть как-то Соберу Потому что Знаете Ролики тоже Должны сразу Смотреться Когда их Выгружают Вот А если вы Не успеваете Или не может То какой смысл Проще тогда Подождать Пока там Может с лета Начать их уже Подгружать Вот Ну а если есть желание Хоть 10 человек Отпишется Я может Тогда Будет Тогда я их Запланирую И будете С февраля Уже тогда Смотреть пророков Их уже немало Я дальше Буду писать И так Я и так То что дальше Буду выгружать Она и так Она потом Даже по идее Пере я думаю По количеству Роликов Перекроет Даже Это Уже потом Этот псалтырь Притчи Все Вот это Учительские книги И пойдет дальше Накатом Так что Вот так вот А пойдет Накатом Потом я новый Буду Второй этот круг Который начал И продолжу писать С Матфея Седьмой главой И закончил Она как раз Перекрестьим Пойдет уже Ну или сверху На этих пророков Ну они тоже Будут выкладываться А я то что Новенькое Будет свежее По Евангелию По новому За это выкладывать Буду Записывать Буду выкладывать Но вы в пророках Запишите Все равно Комментарии И лайки ставьте Ну комментарии Можете и здесь Продублировать Мне интересно Уже предварительно Собрать Потому что пророки Выйдет 4 февраля Через 10 дней И ролик Нет воскресения Не пугайтесь Иисус не воскрес Ну интересный Будет ролик Да Я естественно Верю в воскресенье Поэтому не переживайте Вот я так назвал Есть определенные мысли Вы узнаете Какое я хотел проследить Так Потом Увидите Я еще не записал Но значок Уже слепил Это передание Это подведем Итоги Вот этого ролика Предания Еще раз там Посмотрим по книгам Еще раз Я кое-какие мысли Донесу по поводу Всего этого предания Что все это Иллюзии Что все это Бред полный Бредание Бредание даже в том Что эти люди Несут Ссылая Что вот Мы там Несем учения Отцов Ничего они Несут Ничего они Они сами не знают И я вам покажу Это в следующий раз Более того То что они знают Это они знают И то что они несут Это они говорят Они не могут утверждать Что тот святой Так думал Я больше Ничего здесь Сейчас не скажу Я на своих примерах Как всегда Своей жизни Засвидетельствую Как люди Обо мне думают Говорят Ой да ты вон Как он Говоришь Я говорю Не А я слушаю Да ты что Так что Не И уже сегодня Я полдня готовил Хотел сегодня Дописать малых Мне осталось Михей И Иоиль Ну просидел Ну и что то Голова с утра болела Я подготовил уже Вот пища после потопа На девятую главу Бытие То есть все обещаю По рыбе Ну по вдохновению Я стараюсь придерживаться Плана вот этого общего Да там Писание писать Ну а здесь уже По ходу пьесы И проповедь Одно дело легкие Какие Другое дело Где я хочу материал подготовить Я сегодня полдня просидел И то еще не знаю До конца или нет На девятую главу Я уже тоже дам Ответ свой Что больше Когда мне Сбрасывают ссылки Что бог там Типа Повелел Чуть ли Пожирать Убивать И пожирать Трупы убитых животных Нет Это полный бред Ролик будет мощный Сильный Большой С первой главы Пойдем опять Через убийство Авелем Барашка Овечки Ягненка Через убийство Каина Потом этого Авеля Через грехи Через потоп Бессмысленно девятую главу Рассматривать Без знания всех этих Понимания Всех этих восьми глав И вот я такой ролик Ролик будет Большой Сильный Но для ищущих Кому конечно Нужно оправдание Своим грехам Он вряд ли тоже поможет Ну а для тех Кто колеблется Или утвержден Просто для утверждения Для какой-то радости Ну понятно Радость Это радость Мне хочется Кто-то Кто на переломном Уже стоит Еще ему дать Немножко Чтобы он Действительно Перешел на сторону Света Вот такие вот Планы у меня В принципе Все Все Еще раз Лишним не будет Всех целую Обнимаю До встречи В следующих видео Пока Пока Вот кстати Нет Еще не все Вернусь Еще Я же открыл Вот Картиночку Картиночку Где-то я открыл Вот она Еще раз призываю Кто хочет Пишите тайм-коды Вот ответы на вопросы Тема Достаточно Я прям специально Думая об этом Я все-таки разделял темы Как бы было хорошо Если бы кто-нибудь Написал тайм-коды Где я О пище Опять поговорил Где я Чего мы сегодня Говорили-то Да много чего поговорили Достаточно Разные опять темы Вот По веганству По еще чему-то Вот Или нарезать Время Ну я говорю Хотя бы тайм-коды Говорили Ну в идеале Еще и нарезать Откуда-докуда И в идеале И тайм-коды К ролику И С какого времени По какой Может был нарезать Тогда бы я это Еще бы Пораскидал По плейлистам Да Вот это было бы здорово Тайм-коды Очень легко Просто время И название Все И когда человек Кликает По этому Мышкой Человек попадает Всегда к этому Времени Прям на На этом Ну вы поняли На видео На таймлайне И более того Прям конкретно К этому времени Можно ссылкой Поделиться Всегда Я вам показывал В ролике На лайве Как это делается Ну вот так вот Ну к этому Может кто опоздал К следующему Я призываю Кто хочет соучаствовать В служении Я буду очень рад Все На этом все Больше не занимаю Ваше время Два часа получилось Я сам в шоке Все Пока-пока До встречи В следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok